Я ушла в большой корпоративной работы и я уехала в кругосветное путешествие Это, кстати, как раз тот момент, когда я впервые тебя услышал Это, получается, по-моему, был февраль 2014-го Я помню твой блокпост И что вот это был такой анонс, что твоя кругосветка начинается И прямо было интересно за этим следить Большинство стартапов, которые сейчас создаются Они создаются, и это классика, да, говорят Боль, которую нужно решить Все решают какие-то боли Я подумала о том, что как мало бизнесов, которые создаются от любви Интересно Мы все тратим, ну, как минимум, там, ну, 20-25 лет на обучение Потом ты тратишь еще 40 лет жизни на то, чтобы работать И потом ты ждешь пенсии, чтобы начать путешествовать и жить И мне всегда эта идея казалась какой-то идиотической, да Ну, как бы, если вы от пенсии отщепнете 5 лет и распределите их с какой-то периодичностью, да Каждые 7 лет делать перерыв Приветствую всех! Очередной эпизод N-Factorial Podcast N-Factorial Podcast – это разговорные мастер-классы Вдохновляющие мастерами с разных индустрий Бессменный спонсор нашего подкаста Компания N-Factorial School У нас сегодня очень-очень интересный гость Лариса Пак Основатель первого казахстанского производителя Гастрономического попкорна Компании KUKU Лариса, добро пожаловать Спасибо, Арман, что позвал Я волновалась И с удовольствием проведу с тобой это время Да, с Ларисой очень интересно общаться Поэтому я вот как бы с нетерпением ждал этой беседы Давай начнем, наверное, с твоего текущего проекта Я посмотрю, KUKU – это, я думаю, такая кульминация всех твоих интересов С одной стороны, это еда С другой стороны, это путешествие Это такое гастрономическое путешествие, да? Потому что каждый там, каждый попкорн, он как бы Переносит тебя в другую сторону На самом деле это очень интересно и смешно получается Что именно KUKU сейчас стал моим проектом Потому что это настолько вразрез идет со всем тем, что я делала 25 лет моей карьеры Что иногда, когда я встречаю людей сейчас на каких-то мероприятиях И все интересуются А, Лариса, вы вернулись вот с Америки Чем вы сейчас занимаетесь? Я говорю, я делаю попкорн И в этот момент такая неловкая пауза висит Потому что люди смотрят на меня, они могут понять Мне нужно сочувствовать Или поздравлять с тем, что я делаю Да, KUKU мы с моей хорошей подругой И теперь уже коллегой Организовали в прошлом году, в 23-м году Как раз после того, как мы вернулись в США И этот проект для меня стал определенным закрытием гештальта Потому что саму идею гастрономического попкорна Я увидела во время путешествия 10 лет назад И это было в Японии И 10 лет я носилась с этой мыслью Потому что я ее просчитала Я разговаривала об этом с большим количеством своих друзей Я хотела, чтобы все в это были вовлечены Но, видимо, время пришло только в 23-м году Если вкратце, то мы используем сам попкорн, зерно Как носитель, как определенный кенвас Такой холст, на который наносятся различные вкусы Эти вкусы создает Оксана Ким Она известный кондитер, шеф в своей индустрии И они строго гастрономические То есть мы используем только натуральные продукты И в этом основное отличие от всего остального Что происходит на рынке и вообще в мире Я могу даже сказать, что ведущие Есть гурме-производители попкорна Но буквально единицы, которые не используют Искусственных ароматизаторов, красителей и так далее То есть мы можем создавать такие вкусы У нас классный продукт И вот мы его сейчас уже сколько? Практически 6 месяцев к нашему проекту Давай поговорим про ассортимент То есть мы же говорим, что каждый вид Он переносит себя в какую-то страну И там есть васаби, там есть, по-моему, apple pie Давай поговорим про каждый из них Ну вообще идея была того, что почему попкорн И каким образом он связан с теми интересами Которыми мы живем То есть мне кажется, когда ты начинаешь бизнес Уже после 40 лет То хочется, чтобы он максимально соответствовал Не только интересам денег Но и твоим жизненным интересам Мои жизненные интересы всегда были на стыке Вкусной еды, путешествий И когда вот сейчас мы делаем вкусы То принцип создания этих вкусов Донести или привнести какие-то интересные переживания Эмоционально вкусовые Которые мы когда-то пережили в своей жизни И поделиться ими Например, мы создали вкус Вот ты упомянул васаби И это Оксана была в Южной Корее Я знаю, ты недавно была в Южной Корее В Японии наверняка ты пробовал там такие орехи Пинетс, да Которые покрыты вот тоже такой смесью Васаби, сладко-кислый такой Не пробовал? Я пробовал арахис Арахис, да Да, пробовал арахис Очень и очень вкусно Мне понравилось Я даже не понял, что там что-то есть Да, да Это там васаби, лимон, там еще что-то И мы создали вот это переживание Потому что нам тоже это Оксане это понравилось Сейчас это в Алматы продается тоже Или, допустим, у нас есть вкус Голубой сыр, груша Да, то есть это тоже отсылка к Италии Да, потому что это Цирные тарелки На которых смешиваются вот эти вот Различные типы сыров И сладкие какие-то переживания В общем И мы сделали вкус Ола-Горганзола А у нас есть алматинский вкус Который мы назвали Алма-Балкаймак Да, то есть Балкаймак это, понятно, сливки Они сладковатые сами по себе Поэтому они Ну, как бы, называются Балкаймак А не потому что туда добавляется мед Да, и мы, как трибют Алма-Те Добавили туда сухое яблоко Да, ну, то есть вот И сейчас мы уже выпустили 11 вкусов И вот в ближайшее время будем выпускать Еще, еще, еще То есть каждый месяц будет какое-то новое переживание А какой вкус представляет Америку? Мне кажется, Christmas apple pie Потому что, ну, все пекут вот этот пирог на Рождество То есть это яблоко, корица, кардамон, бадьян там и так далее А какой из них, какой из этих вкусов самый острый? Я помню, один из них был такой Кимчи Кимчи, да Кимчи, честно говоря Это, честно говоря, это омаж нашей корейскости Да, то есть и И в то же самое время Наверное, атрибуция того, что Корейская культура так глубоко проникла Не только в Казахстан, но и во весь мир Что слово кимчи, оно универсальное уже Все это понимают И более того, вкус Узнаваем И это сейчас идет в тренде ферментированной продукции Да, потому что кимчи – это ферментированный продукт И, соответственно, мы берем настоящий кимчи Делаем из него определенный соус Там, да, и наносим его на кукурузу N-Factorial – это не только подкаст Где мы делимся вдохновляющими инсайтами С мастерами из разных индустрий Кроме этого, с 2013 года мы также выращиваем собственных мастеров IT-специалистов Многие из которых впоследствии становятся гостями нашего подкаста Если вы хотите стать гостем подкаста Кратно увеличить свой доход Сменить профессию и начать карьеру в IT Если вы до сих пор жалеете, что учились не по IT-специальности Приглашаем вас в N-Factorial School Место для старта вашей головокружительной карьеры в IT Наши выпускники работают в Google, Meta, Amazon, Apple И других компаниях в США и Европе Они учатся в ведущих мировых вузах А также создают свои собственные глобальные технологические стартапы Привлекая миллионы долларов в Кремниевом долине Сегодня вы приходите новичком А завтра уже работаете в IT Обучайтесь онлайн с любой точки мира Переходите по ссылке в описании И ставьте частью нашего дружного, элитарного и самоироничного сообщества Оптимальное, то есть повод в жизни, когда нужно попробовать попкорн от Ку-Ку Это, не знаю, муви-найт у себя дома Или какие вот случаи, когда вы должны быть триггером Слушай, окей, вот сейчас нужно идти за Ку-Ку Я предлагаю вам, в частности, три триггера Первый триггер, когда ты хочешь себя побаловать То есть когда ты хочешь какое-то вкусовое переживание То есть ты понимаешь, что это не должно быть слишком сладкое Ну, какое-то, может быть Но при этом тебе хочется вот эти вкусовые сосочки чем-то наполнить И ты такой, точно Есть же полезный снэк в виде гурме-попкорна Ку-Ку Второе, это когда вы действительно дома делаете какую-то вечеринку Или даже вдвоем с женой, или там с детьми Вы делаете муви-найт И, соответственно, вы можете каждому выбрать свой вкус Вы можете ими делиться Вы можете что-то, если у вас в гости, то вы можете играть в игру угадай-ка Когда все пробуют и пытаются без подсказки угадать, что это за вкус И третье, когда вы идёте в гости Потому что это классный повод удивить То есть сложно удивить сейчас современного человека Который уже был везде, пробовал всё И тут, ну... Оригинальность Оригинальность, да Точно, тогда один и три ещё не сыграли Мы второе сыграли уже, в принципе Мы показывали старшему сыну фильм Первый парк южского периода И он прям ждал этот вот вечер пятничный Ну да, и вот как раз-таки Ку-ку попкорн Это вот был попкорном для этого фильма Классно, спасибо Расскажи про вот этот процесс Именно что происходит на кухне И как вообще, не знаю То есть такой попкорн производится Ты знаешь, когда я впервые задумалась об этом 10 лет назад Я начала делать ресерч И я поняла, что, если честно Производство попкорна вообще не rocket science То есть есть два способа производства попкорна Один, ну как бы взрывание попкорна Один на масле И его можно делать в домашних условиях При помощи микроволновки То есть вообще есть понятие эффект попкорна Так называется на ШТО Эффект попкорна, когда в зерне есть определенная влага И он взрывается, когда ты начинаешь нагревать зерно И эта влага начинает испаряться И взрывает поверхность Соответственно эффект Почему, говорится, в маркетинге есть понятие эффект попкорна Когда ты в достаточной степени нагреваешь рынок Своими действиями, что попкорн переворачивается, взрывается Так вот, ты можешь взрывать либо на масле Но понятно, что это дополнительные калории И немножко другое качество И есть, как у нас, специальная машина Которая взрывает это горячим воздухом То есть нагнетание горячим воздухом Огромная центрифуга И попкорн проходит через центрифугу и взрывается Плюс есть несколько типов Я не знаю, кому это рассказываю Кому это будет интересно Но если кому-то это интересно То есть несколько типов То есть есть попкорн, который бабочка Она раскрывается Ну вы видели, наверное, она такая более пушистая А есть так называемый машрум Который такой круглый В кинотеатрах вы в основном потребляете машрум Вот И, соответственно, вкус на него ложится по-разному То есть хрустящесть у него разная Но привлекательный более вид, конечно, у машрум В Казахстане я нашла производителя Казахстанского американского попкорна Это было удивительно Американцы 10 лет назад или что-то вроде этого Приехали в Казахстан из, если я не ошибаюсь, Айовы На какую-то фуд-выставку И посмотрели на наши необъятные поля Сказали, боже мой, так это же почти Айдаху Или Айова Или вот эти все Corn States И они начали завозить сюда зерно Работать с местными фермерами Они для них выращивают, потом они этот урожай собирают Они построили тут какую-то, не знаю, молотилку Специальное хранилище И потом они собирают, перерабатывают, упаковывают Хранят это зерно и продают уже по всему Казахстану В Россию, в разные страны В общем, у нас казахстанское зерно И казахстанская рецептура И, соответственно, все, что происходит в цехе У нас есть машина огромная, которая это все Вот этот казахстанский попкорн взрывает И есть рецептура, которую разрабатывает Оксана И условно там она немножко индейная Потому что есть определенные шаги, которые мы не можем Ну как бы это производственный Секретный соус ваш Вот, но Оксана разрабатывает вот эти именно соусы Мы их наносим Они проходят через несколько этапов там обработки И потом мы это все упаковываем Но почему я говорю, что это не rocket science Потому что есть в этом бизнесе для меня Две главные составляющие То есть это абсолютно крутой продукт То есть человек с знанием процедуры, процессов, технологий Который создал это и может контролировать на выходе И второй это маркетинг То есть в нашем бизнесе мы отвечаем за эти две части Оксана это продукт Оксана это продукт и технологии Я это маркетинг и продажи И мне кажется, что это как раз таки аккумулирует наш опыт Потому что Оксана уже много лет работает там У нее проекты у мамы Она путь консультирует кондитерских с круассанами и так далее У мамы желатого, да? Мороженое? Да, она одна совладелица там и главный технолог И соответственно мой весь опыт связан с тем, что я работала в маркетинге и в ритейле Правда в другом ритейле Но тем не менее я понимаю, как работать с конечным потребителем Это не виртуальные какие-то вещи То есть для меня очень важен Как говорит Оксана, я встану от этого когда-нибудь Но сейчас мне очень классно и доставляет большое удовольствие Видеть удовольствие на лицах у людей Когда они впервые пробуют что-то И мне кажется, вот это ремесло, которое передается через просто шарик попкорна Люди кладут такие, о, ничего себе Вот это у меня доставляет большой кик Запустились буквально полгода назад Полгода назад, да Ты уже видела, скажем так, ку-ку в дикой природе? Что я имею в виду? Понятное дело, что вы уже продаетесь в супермаркетах Можно купить вас онлайн А вот ты видела как бы алматинца, который идет с попкорном ку-ку Не знаю, по Арбату Я думаю, что я не видела вот по Арбату Потому что это немножко другой юзкейс Ну потому что это, мне кажется Ты вот придешь домой, скорее всего это съешь Или с кем ты там разделишь Вот, но я видела, когда нас рандомно начинают фичерить Какие-то крутые блогеры Да, то есть они не знали вообще ни про меня, ни про Оксану Вообще не знали про предысторию Они просто увидели, где-то купили И потом в таком каком-то эксайтменте Пишут в своем инстаграме Ребята, я нашла тут какой-то продукт, это круто И я так смотрю на это и думаю, спасибо большое Но это валидация, которая мне на самом деле нужна от рынка Следующая версия этого будет, когда человек, кто тебя не знает Рекомендует тебе ку-ку в ку-ку в ку-ку в ку-ку Наверное, я буду ждать этого Я даже не знаю Мне просто вчера рассказывали интересную историю Где один инженер, ему очень понравилась одна модель в искусственном интеллекте И он рассказывал ее, по-моему, другому участнику конференции Оказалось, что этот участник, он автор этой статьи Классика, классика Это мечта, по-моему, любого, скажем так, творческого человека В Крэннио Делине, помнишь, в сериале Он влюбился в код Гилфейла, и он думал, что это девушка написала Он говорит, о боже, я ее люблю И он говорит, что это я написал И он, наоборот, потом Плевался потом после этого Расскажи, какое видение о ку-ку Хотите ли вы участвовать на фуд-выставках Не хочется формулировать, где ты видишь компанию через пять лет Но какая у вас северная звезда У меня вообще подход к этому бизнесу очень релакс Я объясню, почему Потому что, во-первых, для меня это pet project То есть он маленький по сравнению со всеми остальными бизнесами, где я работала С точки зрения скейла, объемов инвестиций и всего прочего Но он очень любимый То есть все, что я делаю, начиная от того, что Создаем, придумываем идею рецепта, ну там, вкуса До того, что я веду сама инстаграм, к примеру Мне все нравится То есть меня ничего не раздражает И мне все доставляет удовольствие Поэтому в этом смысле мне хочется оставить его в каком-то таком pet состоянии Какое-то время Потому что, мне кажется, это придает этому любви и силы И поэтому моя идея в том, что первый год точно мы фокусируемся только на Алмате На Казахстане Возможно, мы откроем какую-то одну оффлайн точку Для того, чтобы у нас trial, trial-то, пробование, да, самого продукта увеличилось Потому что сейчас мы это делаем через pop-up stores Второй, возможно, через полтора года, вот так примерно Я хочу попробовать второй город запустить вне Казахстана И когда мы сделаем два города уже sustainable То тогда мы начнем франшизу Возможно, если это все будет так, как я хочу То мы начнем франшизу То есть мне не нужно больше двух городов Для того, чтобы показать международному рынку, что это sustainable модель Что это круто Люди, есть нишевая ниша, которая хочет потреблять и гастрономический, и полезный продукт Поэтому идея во франшизе Но при этом, опять же, состояние такого flow Мне очень важно, чтобы не было для меня лично стресса в этом Работать с людьми, с которыми мне нравится Такой, если хотите, women-oriented business То есть, когда говорят про женское предпринимательство Для меня женское предпринимательство Как раз-таки в отсутствии внешнего и внутреннего стресса И я вот недавно гуляла с собаками Для меня прогулка с собаками – это, знаешь, такая медитация Потому что ты постоянно бомбардируешься со всех сторон информацией И стимулируешься, то есть, либо через социальные сети, либо какими-то эмоциями людей И когда ты просто уходишь, и вот ты, и никого больше нет И плюс ты, я highly recommend это всем делать Если у вас нет собак, просто гуляйте Просто гуляйте в одиночку Без стимуляции подкастов, ничего И я вдруг подумала Я не знаю, ты согласишься с этим или нет Что большинство стартапов, которые сейчас создаются Они создаются, и это классика, да, говорят Нужна боль, которую нужно решить Все решают какие-то боли Я подумала о том, что как мало бизнесов, которые создаются от любви Интересно Да, то есть, ну, с одной стороны, это действительно инженерный, инженерский, инженерный подход Да, то есть, что-то, something is wrong, we need to fix it Но, с другой стороны, вот мой подход, я не хочу создавать боль, чтобы, ну, или там, находить боль Потому что сейчас боли много А когда я встречаюсь с людьми, или когда я разговариваю, там, даже о нашем бизнесе или нашем подходе То мне хочется говорить с позиции того, что нам нравится Что мы получаем удовольствие И работать с людьми, которые в таком же флоу и отношении к миру Наверное, вот немножко так Да Это сложно, да, но тем не менее Ты как бы не убегаешь от чего-то, а бежишь к чему-то Да То есть, это про позитивность, про оптимизм Да, абсолютно Доброту Это не про вот эту знаменитую фразу, я помню, когда первый раз ее услышал Что более утоляющее продается лучше, чем аспирин Да, это вот практичный, утилитарный подход Давай про деньги и тогда То есть, я вижу, что это про путешествие в первую очередь Сто процентов И во вторую очередь про там пункт значения Мне очень понравились вот, у меня, наверное, такое осколочное представление о маркетинге, о ку-ку Но мне вот понравились некоторые креативные компании в виде вот куиз-шоу Расскажи, пожалуйста, вот какие у вас сейчас там есть компании Вот как вот, просто интересно послушать Ну, знаешь, вообще создание бренда, мне кажется, начинается с того, что ты манифестируешь для себя И про что ты, да И когда мы с оксой сели и начали просто думать, а про что мы Мы определили это так, что мы про вкус, да, вкус к жизни Ну, вкус литерал, да, то есть вкус продукта И мы хотим иметь легкое, ну, знаешь, такое, не слишком серьезное отношение к жизни, да, то есть not to take ourselves too seriously И когда мы сейчас создаем все компании, я надеюсь, что они несут этот дух, да, то есть они и вкусные, и красивые, и при этом они веселые, да, то есть вот это такая, что называется tone of voice, да, то есть как мы хотим С точки зрения визуализации, да, то есть у нас, слава богу, с ней совпадают вот ощущения красивого в мире, у нее лучше оно, потому что она оксографический дизайнер профессиональный, да, она закончила Казгаса там и работала в рекламном мире 10 лет, а у меня оно натренированное, да, то есть через то, что я тоже работала с брендами и расширяла какой-то свой кругозор Так вот, сам бренд, он, мы сделали три компании so far, за шесть месяцев, первая компания просто говорила о том, что кто мы, да, и вот тут, ну, если, допустим, у кого-то сейчас стоит вопрос о брендинге, да, мне кажется, в мир вот пониженного внимания, то есть когда внимания очень мало, его мало Нужно дробить сообщения в очень простые брикеты, да, то есть я сделала там условно три сообщения, во-первых, чтобы запомнили название ку-ку, да, потому что оно читается по-французски, соответственно, мне нужно просто затвердить, что это не ку-ку или не соу-соу, да, что это ку-ку, то есть первое это ку-ку, и там мы видели, не знаю, может где-то появится, как, знаете, у Дудя, вот сейчас появится тут реглама То есть где мы говорим, что ку-ку, ку-ку там, да, вот второе, что это гурме, и там была вот эта компания, где мы в рогах, и мы тянем вот это гурме, она была достаточно там вирусная в своих кругах узких творческих, и попкорн, соответственно, вот три простых сообщения, ку-ку, это гурме попкорн Ага, и есть каждое видео, креатив, которое било только на одну точку Да, на одну точку Вот, мы поддержали это таргетом, да, мы получили охваты и в инстаграме, в ютубе, там и так далее Плюс из-за того, что оно само по себе было bold, оно такое дерзкое немножко, то люди просто версили это, даже если не в open репостах, то я видела, сколько вот пересылок вот этих вот Да, 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 я помню А мы получили, да, вот, там мы получили больше 200 тысяч охват, короче, на этом И вторая компания, она была уже про то, чтобы, о чем была вторая компания, я уже, блин, забыла Гурме, ку-ку, попкорн, а следующая компания была Вы там на мотоциклах Да, 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 мы говорили о том, как мы создаем вкусы, да, то есть мы говорили Потому что идея была визуальная, да, то есть для меня А, еще одна важная вещь, что помимо того, что ты дробишь сообщения, то есть для визуального мира тебе нужно создать очень простой тоже образ То есть одно это месседж, как текстовая информация, да, второе это какой-то образ То есть образ, допустим, с рогами понятный, но а из чего мы делаем попкорн, да, то есть И я помню, я опять же гуляла с собаками, я смотрю на небо, и такая Облака, да, то есть для меня нужен был очень простой символ, который всеми считывается И каждый раз, я думала, каждый раз, когда по время компании вы будете смотреть на облака, вы будете смотреть, блин, это же попкорн То есть и там есть небольшая мифологизация, да, что мы вот берем и вот в какой-то, там, не знаю, стол, контин, да, делаем этот попкорн небесный там и так далее Так вот, мы, да, вторая компания, вторую компанию мы сделали, хорошо, из попкорна мы сделали, из облаков мы сделали попкорн Вторая это мы делали То есть, да, вторая компания Вторая компания была о том, что мы делаем попкорн не только из облаков, но мы делаем их еще из звезд, да, то есть потому что это Новый год, там, звезда, короче В общем, чуть-чуть добавляли вот этой мифологизации в том, что насколько у нас волшебный попкорн, насколько он необычный, насколько там он звездный там и так далее Ага, то есть если первая компания была про попкорн, гурме и название ку-ку, вторая компания была… Из чего мы его делаем? О том, да, вообще мифе о том, из чего делается гурме, попкорн. Но при этом нет ни слова про вкусы. Мы их потом отдельными вообще компаниями запускали, да, то есть у нас там были поддерживающие всякие анимации там и так далее. Вот, и третья компания, наверное, на что мы пошли, мы стали лицами собственной компании. Опять же, что делается не так часто в брендах, чаще в личном блогинге, построении какого-то, но в таких уже продуктовых брендах это не так часто используется. Хотя, мне кажется, она не underlooked, да, то есть очень круто добавляет credibility, неважно, то есть вас знают, не знают. И потом вы всегда будете понимать, что деньги, которые вы инвестируете в эту компанию и в этот бренд, 100% вернутся просто потому, что вы инвестируете это в себя. Ну и в свои собственные продвижения. И вот третья компания, которую сейчас мы сделали буквально недавно, это уже было Coco Show, когда у нас случился эффект, на который, я считаю, могут рассчитывать только очень редкие бренды, когда люди, наши пользователи начали снимать очень крутые видео. Да, то есть это называется user-generated content, и на самом деле, когда условно интернет, инстаграм начинался, все мечтали о том, чтобы юзеры начали снимать про их продукты какой-то контент. И вдруг с нами это начало происходить, потому что мы просто сказали, ребят, мы вам дадим на тест продукт, кому вы хотите, просто снимите нам обзоры. Но люди вместо обзоров начали снимать какие-то pieces of art, да, то есть какие-то видео там с сумасшедшим сценарием, с какой-то постановкой там, я не знаю, в костюмах. В общем, было очень круто, по крайней мере для меня, как человека, который за этим следил. И мы в третью компанию уже решили сделать так. Мы должны, мы хотим, я хочу дать give back to these people, которые стали нашими тестировщиками, и мы пригласили их сняться в нашей рекламе. Уже в таком полноценном сете, да, там, и вот они уже, тут мы говорили про конкретные вкусы, и про то, как они, ну, там надо посмотреть компанию, она смешная, не настолько вытирала, как я сейчас об этом говорю. Но, в общем, люди... Это серия коротких видео, да, получается? Серия коротких видео, где каждый человек в каком-то образе представляет свой вкус и говорит, почему он лучший. А, то есть получается, условно, кимчи нори, это определенный человек. Да, это Чингис Капин, который в образе, там, Кимчи Норриса. А-а-а, очень умно. Да. Окей, классно. Расскажи вот о, если говорить про вообще ландшафт оригинальных идей в фуд-бизнесе, какие есть вообще тренды, может быть, поделишься? Ты знаешь, я вот за тренды, конечно, тебе не скажу, но просто потому, что я энтузиаст, да, в этом сфере и не профессионал. То есть я думаю, что вот если бы человек, допустим, там, как Оксана, она могла бы, может быть, глубже говорить об этом. Как предприниматель-энтузиаст в сфере фуд-бизнеса, то мне важно, чтобы, так, сейчас сначала, как энтузиаст-предприниматель в сфере фуд-бизнеса, я вижу несколько вещей. В Казахстане, в частности, когда я смотрела на статистику, я смотрела на то, какое количество женщин-предпринимателей вообще в казахстанском бизнесе, его, это меньше 10%, да, но при этом, когда мы смотрим на именно пищевую индустрию, это 80%, да. То есть для меня это огромный показатель того, что для того, чтобы женщине начать собственный бизнес, она стартует из того, что ей знакомо и понятно. И очень большое количество компаний сейчас, которые работают, допустим, даже на алматинском рынке, да, они начинались на чьей-то кухне, да. Допустим, моя хорошая знакомая Наталья Ни, она создала компанию Кассироль, потому что она врач-газонтеролог, и она рекомендовала всем питаться здоровой пищей. И когда люди спрашивали, ну где же, где же эта здоровая пища, она так устала, не то, что устала, но она говорит, ну хорошо. И она на своей кухне начала делать вот какие-то там сеты, и это превратилось уже, ну скажем, многомиллионы бизнесом, да. К примеру, вот там, я не знаю, хэппи кейк наверняка тоже начинался просто из любви одной женщины к вкусным десертам, да. И очень много там френчбейкери, да, которые тоже хотели просто сделать хорошую выпечку, да. То есть очень много женщин-припринимателей в пищевой индустрии, и для меня это крутое доказательство того, что это возможно начать с чего-то маленького и прийти к чему-то очень крутому. А расскажи вот про момент, когда ты впервые увидела гурмэ-попкорн. Да. Та это была. Почему вообще идея родилась? Кстати говоря, сейчас 24-й год, в 14-м году, это было ровно 10 лет назад, я ушла с такой, ну как бы большой корпоративной работой, и я уехала в кругосветное путешествие. Это, кстати, как раз тот момент, когда я впервые о тебя услышал. Это, получается, по-моему, был февраль 2014-го. Я помню твой блог-пост, и что вот это был такой анонс, что твоя кругосветка начинается. И прямо было интересно за этим следить, это прямо такое было лайв-шоу. Да, это было 14-го, слава богу, Инстаграм тогда появился, и я решила сделать это немножко как такой, ну немного медийный проект, не для того, чтобы, как сейчас говорят, заработать аудиторию, а для того, чтобы просто поделиться этим опытом, потому что мне казалось, мой поиск там определенных смыслов, он разделялся от какой-то определенной аудитории. И до сих пор, кстати, мы сейчас переделываем сайт, я вела блог, сайт свой. И, в общем, я решила на год, год посвятить себе, и это было путешествие такое, знаешь, то, что называется twofold, да, то есть оно было и внутрь себя, это была такая определенная медитация в поиске ответов. И это, естественно, был exploration всего мира, потому что мне хотелось поехать в те страны, в которых я раньше не была, это, скорее всего, южная полушария, то есть я скипнула там Европу, понятно. Вот. И когда вот первая страна, которой я поехала, это была, по-моему, сначала Южная Корея, потом была в Японии, я помню, что я иду по такому очень фэнси части района, города Токио, и вижу какую-то, ну, я не знаю, ну, не километровую, как говорят, но как минимум 10 кварталов тянулась очередь. Ты знаешь, что у японцев есть страсть, они любят стоять в очереди за всем, чем угодно, но эта очередь обычно, ну, квартал, ну, два, ну, три там, да, это я иду, иду, и такая очередь не заканчивается, я подхожу к началу и вижу какой-то там, знаете, как это сейчас рассказываю, я вспоминаю реконструкцию своей памяти, да, и уже это как будто бы вели в онкофакторе. На самом деле, конечно, это была просто какая-то витрина, там было написано, там, условно, гурмой попкорн, и я поняла, что я туда не попаду из этой очереди, но вот это ощущение, что люди крейвят что-то, что я никогда в жизни не пробовала, оно со мной осталось. Я потом перелетела в Канаду-США, и оказалось, что этот же бренд есть в Сиэтле, и там уже очереди не было, я захожу, пробую, значит, я покупаю, а я останавливалась тогда, я каучсерфила в основном, каучсерфила, для тех, кто сейчас не знает, это тип путешествий, когда ты живешь бесплатно в домах других людей, я не знаю, сейчас этот концепт остался или нет, по-моему, он какое-то время назад закрылся, но это был очень крутой опыт. Я жила у студентки PHD, и когда я принесла домой этот гурмой попкорн, она увидела, она была в каком-то легком шоке, потому что она говорит, I cannot afford it, типа, я не могу себе это позволить, это очень дорого, ну, как бы, и она ела это вот с таким каким-то придыханием, она брала каждую штучку, вот так смаковала, что-то, и я помню, что мое ощущение было примерно такое же, когда попробовала, у меня, знаешь, как чиз, ощущение. Кадры из рататуи, да? Да, да, то есть какие-то новые переживания, думаю, боже мой, ничего себе, вроде обычная кукуруза, но какой-то совершенно новый опыт. И вот... Это американский бренд получается? Это был тогда американский бренд, да, вот, сейчас они, я не знаю, в каком-то таком плавающем состоянии, вот, но если говорить про само путешествие, наверное, я вот, я помню, я возвращалась обратно уже домой, и открываю, там, на борту раздавали какие-то газеты, значит, я открываю Financial Times, и вот такая статья, я тебя не привлечиваю, на всю полосу вот такая статья, гурме-попкорн-бизнес, booming, там, billions, чего-то, я не помню, такой estimation был, я помню, даже я сфотографировала это, я подумала, что это знак. Подожди, это было... Это было в тот же год, когда я возвращалась домой. То есть ровно год было отсутствовало, и потом возвращалась, и как бы full circle. Да, это был full circle, понимаешь, вот, я не знаю, вот кто-то верит в такие вещи, но для меня какие-то, они просто оказались coincidental, да, я такая, ну, это знак. Такой переход вокруг света за 365 дней, да, давай поговорим про это путешествие, как ты его планировала? Вообще, чтобы спланировать путешествие на год, одной, да, требуется еще как минимум полгода, да, потому что мы живем в стране с паспортом, на который приходится очень много количества виз. Я помню, что я встретила колумбийцев, и я когда им жаловалась, что вот, мне так сложно получить визу там в Перу, там, или еще что-то, они говорят, we hear you, но, как говорится, нет другой страны с таким сложным паспортом, как Колумбия, потому что в каждом аэропорту нас сначала задерживают и проводят в какую-то там комнату, да, то есть я не могу сказать, что наш паспорт такой плохой, как колумбийский, но он нелегкий, да, то есть если вы хотите поехать в Японию, то вам нужно за полгода начать это планировать, потому что там только было раньше через турагентство нужно было получать эти визы, если ты хочешь рейл-пас, то его нужно заранее получать, ну, для иностранцев, тебе его почтой присылают в Казахстан, да, то есть, ну и так далее, вот такие вещи, там визы в такие страны, там, допустим, как Канада, США, Южная Африка, даже Южной Африки нет, кстати, или там Бразилия, Аргентина, Чили, все это я сначала ресерчила, и потом планировала, в какой стране я это буду получать, то есть первый вопрос, который возникает у казахстанцев, понятное дело, это визовый, и сейчас, конечно, 10 лет спустя, многие страны уже сняли визовые ограничения, такие, как, допустим, там Бразилия, Аргентина, в Чили до сих пор нам нужна виза, но в Перу, допустим, тоже до сих пор нужна виза, там, да, и ее достаточно, ну, как бы, не то, что сложно, но это просто нужно понять, как это сделать, в Австралию сложно, недавно, помните, там, блогеров развернули из Новой Зеландии, то есть, и мне в Австралию не дали тоже виза, потому что мне сказали, у вас нет работы, я говорю, да, цикзак, лапоинт, почему я хочу поехать в Австралию, потому что у меня сейчас, это как раз тот этап в жизни, когда ты можешь себе позволить поехать, так вот, планировать нужно начинать с виз, потом есть второй, очень полезный инструмент, он называется Around the World Ticket, у всех крупных авиалиний, альянсов авиалиний, то есть, их три альянса, насколько я знаю, это One World, Star Alliance, и какой третий? Американский какой-то еще есть, я не помню, В общем, есть три альянса, куда входят все авиакомпании, практически все авиакомпании мира, таким или иным образом, и там они, в чем, прелесть, это вот cold share, когда ты можешь через один альянс планировать все, так вот, если вы заходите, допустим, хотите сделать Around the World Trip, то у них есть супер выгодные тарифы, то есть, чтобы облететь вокруг мира с 16 остановками, вы можете заплатить всего 3 тысячи долларов, целый год, и там есть, это тогда или сейчас? И сейчас в том числе, да, то есть, там есть какие-то требования, то есть, это должно быть движение в одну сторону, либо там на восток, либо на запад, и вы всегда должны двигаться вот в этом направлении, вернуться в ту же самую точку, да, или там, ну, какие-то сегменты вы можете брать, не можете там, но в любом случае есть супер такой онлайн-планер, когда вы заходите, это просто конструктор и удовольствие, то есть, путешествуешь дважды, ты сначала заходишь этот онлайн, там перед тобой вся карта мира, и ты начинаешь дропать пинс, да, вот так вот, я полечу сюда, потом я полечу сюда, потом я полечу сюда, и у тебя уже начинается вот этот вот прилив эксайтмента, того, что я еще никогда не была там, я не знаю, в Мачу-Пичу или в Батемале или еще где-то, да, вот, то есть, второй, ну вот, после убийства ты начинаешь думать, окей, как я полечу, какие сегменты я полечу на самолете, а какие сегменты я буду путешествовать по земле, да, потому что, допустим, вся Южная Америка и Латинская Америка, да, она шикарно путешествует басами, да, то есть, автобусами, и там такие автобусы, которые recliners, да, то есть ты можешь лежать, спать, у тебя тут собственный телевизор, кондиционер обдувает, да, и этот автобус может стоить там из Мехико-Сити в Охаку 10 долларов, к примеру, да, или, ну, то есть Аргентина точно так же, да, есть страны, конечно, которые, или там даже той же, после того, как вы вот, допустим, выбрали, как примерно вы будете передвигаться, прочитали какое-то количество блогов, да, на эту тему, поняли, какие там страны сейф, не сейф, особенно если страны, где, ну, сейчас могут быть, допустим, Венезуэла, да, вообще не стоит ехать сейчас, даже если вы очень хотите, вот, то есть какие зоны вы не захотите заходить там, да, то есть вот это все занимает время и занимает какое-то планирование, но once you hit the world, когда вы уже начинаете путешествовать, всегда вот есть вот эта свобода, и мне кажется, когда ты путешествуешь один, эта свобода, она в чем-то пеняющая абсолютная, да, потому что тебе не нужно ни с кем согласовывать свои travel plans, да, хочешь, остановился, не хочешь, пошел дальше, никто тебя не требует, чтобы вы сегодня пошли там исследовать какую-то часть, да, у тебя это абсолютно медитативный процесс путешествия самим собой, второй момент, когда вы путешествуете один, вы встречаете намного больше людей, да, потому что ваше социальное существо, ну, просто выносит на то, на какие-то случайные разговоры, да, вам нужно спросить дорогу, вам нужно какой-то small talk сделать, вам нужно, ну, вам хочется с кем-то пообщаться, и особенно вот третий момент, то, что я путешествовала через каучсерфинг или Airbnb в основном, я предпочитала останавливаться в семьях, да, где люди могут меня принять, рассказать о стране, да, то есть я могу поделиться с ними своим историям, то есть это же вот эти вот байки, которые путешествуют вместе с тобой, в общем, то, как вы путешествуете, сколько вы денег готовы на это потратить, определяет, наверное, ваше планирование, вот. Давай поговорим про сам маршрут твой, да, ты вот начинала в Алмате, это был февраль, наверное, да, 2014-го, первый пункт это? Я полетела на восток, то есть я полетела сначала в Сеул. Сколько времени там остановилось? Ты знаешь, вот вообще я в Сеуле в Японии была немного, там в Сеуле там 5 дней, в Японии 10 дней, но потом, когда я полетела уже, я просто поехала в Канаду, потому что там была конференция TED, и я участвовала, я была в Ванкувере, в Whistler, на этой конференции, и потом села на поезд, и там есть классный поезд, который соединяет Amtrak, да, который соединяет Ванкувер, Сиэтл, это путешествие по побережью, и оно такое восхитительное, потому что ты едешь вдоль Пасифик, Тихоокеанского побережья, и вот эти виды, которые перед тобой открываются, и этот поезд еще какой-то, он такой немножко олдскульный, очень красиво. Короче, я доехала до Сиэтла, потом тоже у меня там были кое-какие дела там в Штатах, в общем, в Сан-Франциско, и уже из Сан-Франциско я поехала, полетела в Мехико, а вот в Мексике я уже была порядка месяца, потому что мне хотелось, знаете, вот мне кажется, что когда из Казахстана ты смотришь на мир, то выбираешь какие-то достаточно очевидные направления, да, а мне хотелось вот именно побывать там, когда, возможно, я никогда в жизни больше бы не побывала, и вот для меня Мексика вообще как страна, она осталась одной из самых ярких и, наверное, дирест таких воспоминаний, потому что у меня не было никаких ожиданий. Страха тоже не было? Нет, у меня не было ожиданий, потому что Мексика и вообще та часть мира, Южная Америка, она, Латинская Америка, она исключена из нашего, потому что Мексика еще Северная Америка, Мексика исключена из нашего информационного поля, мы ничего в наших новостях не читаем, ни про Мексику, ни про Белиз, ни про Гуатемалу, Никарагуа, ничего, мы не знаем, вот как Казахстан для большинства мира, белое, ну или черное место, да, точно так же для нас Мексика, к примеру, там, да, или вот остальная часть Латинской Америки. И, соответственно, я просто... Наши знания остались в 90-х, когда сериалы были популярными, да? Ну, они же тоже мифологизированные, никто там не богатый, не знаю, не плачет или не плачет, да? Молодчатые короли всякие там, местные короли. Молод, да? Наверное. А, у меня еще, кстати, был классный ресурс, потому что, когда я путешествовала, я же была частью Тедексерской, Тедовской тусовки, всей этой нетворка, и мне, конечно, это очень большой ресурс доступа к интересным, классным людям, то есть я каждый раз, когда приезжала в страну, то я встречалась... Вот в Мехико, если вы никогда не были, я вам очень сильно рекомендую побыть там. Ну, знаете, прям побыть, побыть, не приехать на 2-3 дня, а побыть хотя бы неделю, 10 дней, 2 недели, да? Потому что это огромный конгломерат, он вас поразит настолько, потому что каждый район, он самобытный. То есть у нас, как вы знаете, там видно, вот, допустим, было, это, допустим, там центральная площадь в каком-то там веке, в 16-м, да? Нет, не в 16-м, извините, я вру. Наверное, там 18-й век там, да? И потом уже вот здесь начали они жить, потом вот это. И то есть ты видишь уже какие-то вехи исторические в контексте города. Короче, самый, наверное, крутой, креативный класс, который я видела, да? То есть какие там сумасшедшие вообще современные художники, их взгляд на мир неортодоксальный, да? При том, что это очень такая сравнительно консервативная страна, раздираемая противоречиями. Но, в общем, в Мексике я была месяц. В каких городах? Из Мехики в Охаку, потом я поехала в Сан-Кристофальдерас-Каскас, потом я поехала уже на Юкатан, там, где, ну, понятно, там Тулумы, там просто хотелось посмотреть, где красивые белые берега. Но у меня же было путешествие-смысл, да? То есть я искала людей для того, чтобы сделать с ними интервью. То есть вообще смысл, начнём с этого, смысл всего моего путешествия был в том, чтобы пересмотреть какие-то, наверное, традиционные взгляды на то, что такое успех и как люди меняют свою жизнь после 30-ти. Моё путешествие было называлось 30-Up, да? То есть после 30-ти, потому что оно было построено на кризисе 30-летних. В чём это заключается? Кризис 30-летних отличается, на мой взгляд, радикально от кризиса 40-летних. Когда мы думаем о том, что есть, допустим, люди, которые там достигаторы, то ближе к 40 годам как раз-таки начинается вот этот чек. Достаточно ли я достиг всего? А достиг ли я того, что я хотел? Может быть, то, что я достиг, это уже буллщит, там, да? И вот начинается вот этот переживание. Кризис 30-летних, мне кажется, но я его называю кризис 30-летних конформистов. То есть людей, которые к 30 годам выполнили, тикнули все боксы, да? То есть они выполнили ждание своих родителей. То есть они учились так, как хотели родителей. Они работали так, как хотели родители общества. Они состоялись в том, что они делали. Выбрали профессию, которую рекомендовали. И они стали успешными в этой профессии, да? И у тебя потом, ты стоишь, у тебя всё есть, и ты на вершине какой-то маленькой сопки, горы, но ты стоишь и думаешь, а это на самом деле я этого хотел или не я? Это вообще мои были ожидания того, что я стал доктором или каким-то учёным, или неважно, какой высоты ты достиг. Ты стоишь и думаешь, это мои были или это были ожидания родителей, общества, каких-то там бабушек, я не знаю, и всех остальных, да? Может быть, мужей, жён, там, и так далее. То есть вот это я называю кризис идентичности 30-летних. И я оказалась в этом кризисе, хотя вот если смотреть на, наверное, какие-то внешние параметры, всё было в шоколаде, да? То есть и мои родители искренние, они очень долго не могли понять, как я на пике карьеры могу всё оставить и уехать. Вот. И поэтому я хотела найти, мне просто нужно было валидации от своих людей, от людей, которые сделали то же самое, которые искали другой, там, я не знаю, путь в жизни, не только карьерный, да, которые искали смысл в своей работе, вот это то, что называемый vocational calling, да, то есть то, что твоё призвание, да, то, что ты хочешь делать на самом деле. Я не замахиваюсь на смысл жизни, но призвание, как бы профессиональное, карьерное там, да, которое ты на самом деле можешь посвящать этому время и не думать об этом. И я искала таких людей. То есть в каждой стране мне нужно было взять одно-два интервью, и я публиковала это на своём блоге. Эти интервью сейчас все доступны, можете почитать, потому что мне кажется, это такой лайф, ну, жизненное исследование, которое может быть актуально для всех людей, которые оказываются на вот таком перепуте. То есть там были, отбирались люди, которые тоже столкнулись с таким кризисом и решились на путешествия, получается? Нет, не путешествия, они решились на смену радикальную своей карьеры. То есть я могу привести несколько примеров. Вот, допустим, в Японии было очень прикольно, потому что я нашла несколько сразу героинь. Допустим, девушка работала в фармацевтической компании на какой-то супербольшой позиции, и у японцев принято тоже делать какие-то такие, как это называется, типа волонтёрские путешествия. И она каждый год ездила в Кению и где-то волонтёрила. В общем, когда она подошла к этому кризису 30-летних, она поняла, что она не хочет вообще работать в фармацевтике, это вообще не её. И она вспомнила, что в Кении она работала на... Не то, что вспомнила, а в смысле это было связано с тем, что она в Кении работала на ферме, которая выращивала розы. Но как весь работает цветочный рынок, они сначала отправлялись в Голландию и так далее. Короче, весь марджин оставался где-то там, но не у кенийцев. Она сделала напрямую в этот мост между Кенией и Японией, и просит большинство она отдавала обратно в это комьюнити. Короче, и это был такой социальный бизнес для неё, и вот таких людей... И вот она как раз таки говорила, что как я поняла, что я иду не в согласии с собой, потому что я просто внутри не могла по-другому дышать. То есть это не был выбор того, что от нечего делать. Ты как мыслящий человек, ты не можешь идти против своего нутра. И потому что... Поэтому снаружи это кажется сумасшествие, но внутри человек переживает какие-то очень большие страглс. И в каждой стране это, допустим, ну раз уж там в Мексике, да, мы остановились. В Мексике, вот как раз таки в Сан-Кристобале, я встретила женщину, которая Клаудия Мунис. Она до 30-ти там с чем-то лет была главой Мехико Fashion Week, да, главой Мехико Fashion Week. И это ну как бы для них большой инститюшн, да. Она говорит, у меня было все. У меня, говорит, были самые красивые наряды, самые красивые там бойфренды, квартира с видом на Мехико там и так далее. Но у меня не было главного. Я не понимала, зачем я это делаю, да. То есть в чем вообще? Я была частью проблемы этого мексиканского общества. В общем, она все бросила, у нее тоже был там свой трип, короче, она уехала в этот маленький городок, который находится там в горах вообще, туда тоже добраться, это еще одно приключение. И она там сидела-сидела-сидела, занималась йогой, не знаю, как сейчас там на Бали люди уезжают. Ну, короче, внутренний поиск. И там она начала просто ходить на какие-то местные курсы по крафту. Потому что Мехико, Мексика вообще чем интересно, мне кажется, что у нас восприятие, ну, опять же, нет информации, но восприятие, что это моногенная, моногамная, мононациональная страна. На самом деле, там больше 200 племен живет. Да, то есть есть местизаус, то есть белые испано, из Испании пришедшие в свое время люди, белые люди. А есть племенные народы, и они между собой не перемешиваются. Более того, племенные народы живут в очень традиционных своих условиях. Короче, она пошла на крафт вот к таким женщинам, которые занимаются рукоделем, и она поняла, что она знает про этот крафт ничего, но при этом эти женщины ничего не знают про мир моды. в общем. Long story short, она создала бренд, который, который, как это слово, не превозносит, но строит, да, строит свою identity на национальной культуре. И это сейчас нам кажется в Казахстане в 2024 году как естественным трендом. Это же нормально, да, мы теперь гордимся своей культурой, но если вспомнить 10 лет назад и еще rural Мексику, Мексику, да, если даже вспомнить 10 лет назад, Казахстан, не было крутым ничего национальное, национальный узор, ничего. она в конечном итоге она не только создала бренд, она запустила целый мувмент, да, когда раз в неделю офисные работники надевали национальную одежду в офис. У нас только сейчас пришел этот тренд, да? Да, ну то есть, в общем, вот этот весь decolonization, какой-то дискурс, да, который сейчас у нас такой е-е, все давайте там, когда ты начинаешь это вообще просто из себя, не потому что это модно или повестка, или еще что-то, это вот, ты живешь с этим женщинам, и ты понимаешь, что ты можешь им, ну как бы вот создать эти условия, и вместе их крафт и твои знания о рынке, да, могут создать вот эту синергию. В общем, я как раз таки вот через интервью с ней или с другими людьми я понимала, что ты можешь заниматься тем, чем ты занимаешься, но просто либо подход к этому будет другой, либо главное, чтобы ценности которые ты проповедуешь, они бы совпадали с, ну как бы, с твоими внутренними убеждениями. Я не знаю, я сейчас слишком... Я понял, понял, ей понятно. Мексика. После Мексики? После Мексики. Ну, в общем, я потом двинулась вниз, то есть это была Мексика, из Мексики я прилетела в Белиз, и кто не был в Белизе, вообще офигительные там острова для снорклинга, но очень опасная страна, то есть там бедность, ощущение, что ты оказался в 1930 году каком-то, но как только ты уезжаешь на острова, конечно, это там райские какие-то уголки. В общем, Белиз, Никарагуа, Гватемала, я не помню, что-то там еще где-то я была, потом Панама, из Панамы я переехала в Чили, и из Чили я хотела поехать в Перу, я почему вспоминаю постоянно про Перу, потому что перуанцы в Сан-Франциско мне отказали в визе, потому что они сказали летите в Москву, я говорю, извините, я уже в этой части, в общем, продумывайте визы заранее, в Чили мне тоже не дали визу, короче, я полетела на остров Пасхи, вернулась, потом в Чили я пропутешествовала вот этот весь, там, вы знаете, страна как сосиска такая длинная, но очень красивая, от Атакамы до там Патагонии, потом перелетела в Аргентине, то же самое, то есть я от условных водопадов до Ушуаи, и потом я перелетела в Бразилию, но в Бразилии, если честно, путешествовать самой очень опасно, там у меня жил друг, вот этот Декс-организатор в Рио, я с ним побыла две недели, и он сказал, к сожалению, не могу тебя сопровожать по стране, а отпустить одну невозможно, потому что, ну там очень чистый случай и киднаппинга, да, в общем, сложная страна для путешествий, ну, по крайней мере, вот в одиночку с женщиной. Оттуда я перелетела уже в Южную Африку, и из Кейптауна я села на машину, и я на машине сама проехала всю Южную Африку, то есть весь Кейпкод, вот эти все, у меня, кстати, очень классный блокпост есть вот по поводу этого путешествия, потому что, опять же, это та страна, которая вне наших информационных радаров, но она потрясающая, она настолько удивительная с точки зрения вот ландшафтов, у тебя захватывает дух каждый раз, когда, ну, не знаю, может быть, у нас нет океана, и каждый раз, когда ты выходишь на клифф, да, вот, и перед тобой вот эти океаны, там же есть место, где встречаются в Атлантический и Тихий океан, и ты стоишь на этой точке, или там, не знаю, там, пингвины те же самые, почему-то меня вызвали куда-то дикий, короче, там и вайн-ярдс, и какие-то дикие абсолютно места, Цикама, там, я доехала до Кругер Парк Нэшнл, вот этот большой, в Сафари, и потом, и я когда залетела в Южную Африку, мой план был поехать по Африке, но случилось Эбола, и все воздушные пути начали закрываться, а, я должна была полететь в Мадагаскар, короче, там, начали закрываться воздушные пути, и плюс я дала свой паспорт на индийскую визу, короче, тогда еще нужно, ну, не было другого способа, он застрял там на месяц, короче, я месяц провела там, и так как я боялась, что меня закроют вообще в Южной Африке, из-за того, что все закрывалось, я просто улетела в Индию, в Индии тоже первый раз была, я знаю, что ты там провел два года, и когда мы с тобой обменивались с этим впечатлениями, для меня это был шок-шок, да, для Индии, я был, я прилетела в Бомбей, который сейчас называется как? Мумбай, да? Мумбай, да, я прилетела в Мумбай, потом я поехала в Кералу, из Кералу я полетела в Дели, и вот сделала вот этот вот Golden Triangle, потом Лиши Кеш, там и так далее, но Мумбай alone, как бы, да, вот сам Мумбай, мне кажется, когда ты там первый раз оказываешься, не знаю, сколько из вас были в Индии, но мне кажется, это какой-то немножко шок, у тебя был шок? Кстати, Бомбей был первый город, а, нет, это был, да, первый город, который я представил, на самом деле, ну да, это был супернеобычный, как неудивительно, что всего лишь четыре часа там полета от нас, но ты попадаешь в другую галактику какую-то, то есть такой совсем другой мир. И вот особенно, когда ты за один год ты был в Японии, и потом ты попадаешь в Мумбай, и тебе кажется, что это не на одной планете, и это разные цивилизации, ну цивилизации точно, но разные вообще подходы и мировоззрение, и существование, то есть я, мне сложно более как бы противоположных, наверное, найти стран, где я была. Да, это точно. Вот, но тем не менее, это был тоже какой-то очень интересный опыт, потому что, когда я приехала в Ришакеш, а Ришакеш известна столица йоги, и в то время у меня там был товарищ, ну в общем, и там все вот ребята, оказывается, которые ищут тоже какой-то смысл жизни, что-то, я прихожу на какой-то класс йоги, не класс, ну там условно в ашрам, и он мне спрашивает, ну что вас привело сюда, ну я говорю, вот у меня жизненный кризис, там такой, и знаешь, вот эта вот усталость на лице этого мастера, который говорит, еще одна, да, ну потому что нам все приезжают с какими-то жизненными проблемами, кризисами там и так далее. До Рамшала не ездила? Нет. Я тоже, вот у меня младший брат прямо сейчас там находится, на 10 дней такой лагерь молчания, то есть хочешь попробовать, у него еще нет 30 лет, но видимо у него тоже какой-то есть, скажем так, кризис молодеет. Да, возможно. Сто процентов, да. После Индии. После Индии мне пришлось вернуться домой, потому что у меня было семейное обстоятельство, мне нужно было вернуться, вот, но потом я допутешествовала, вернулась опять в Южную Америку, но не могла поехать уже там в Астралию, потому что эти грилы мне не дали визу, в общем, вот таким образом примерно закончилось, да. Очень интересно. А расскажи вот, получается, если говорить про рекомендации для путешественников, это, ну, по крайней мере, на основе твоего опыта, это какой-то у тебя гид там был, я так понимаю, да, помощник, благодаря сети вы знаете как, я старалась нетворкить, то есть заранее, да, то есть я старалась, вот условно, если я знаю кого-то, кто знает кого-то в этой стране из моего ближайшего круга, я всегда писала, ребят, кто там, у кого есть друзья в Мехико, и кто там, моя подруга пишет, у меня там однокурсник, да, там, или этот однокурсник, в конечном итоге поселил меня у себя в квартире, там, да, или, да, когда я там приезжала в Южную Африку, я, конечно, писала сначала организаторам Тадекс, и там сумасшедшие, классные ребята, Джастин вообще, маленькая интересная, маленькая интересная история про Джастина, короче, вот он настоящий социальный интерпренер, потому что, во-первых, он организовывает Тадекс, там, да, уже много лет, во-вторых, он всегда ищет проблему для социальной проблемы, ой, проблему, решение для социальной проблемы, это вот про боли, которые нужно решать, но он решает на бьютифоле, допустим, в Кейптауне две главные челленджи, да, это первое, это бездомные, да, второе, это литер, мусор, который просто, ну вот не везде, но он есть, и он создал социальное такое предприятие, бизнес, который платит бездомным за сбор мусора, и потом они его перерабатывают, там, да, объединил, да, две проблемы, объединил две проблемы, или, допустим, во время одного из тадексов он услышал про то, что там коралловый риф возле Мозамбика, он там требует дополнительных, в общем проблема в, скажем там, в акватории, да, и он организовал экспедицию на краундсорснутые деньги, чтобы поехать, добыть, купить, купить корабль, во-первых, да, судно, для того, чтобы поехать в это место в Мозамбике и сделать экспедицию, опустить туда глубоководное оборудование и собрать вот это вот Deep Sea Ultrasound, всякие вот эти вот данные, потому что они потом, вот Дэвид Кэм, Джеймс Кэмерон, который ученый, который не премьер-министр Англии, да? Не который, да, премьер-министр Англии, который режиссер, они все участвовали вот в этом нетворке по сбору данных Deepwater, глубоководных данных, и в общем, короче, когда они поехали, у них этот корабль отобрали пираты, ох, и когда он мне рассказывал, каким образом они спасались, это, ну знаете, как реально, как в кино, но он этого очень весело, и в общем, он говорит, мы вернулись каким-то образом, собрали деньги и поехали снова, и в общем, когда ты встречаешь таких людей, и ты собираешь эти истории по всему миру, и более того, ты там с ними имеешь счастье там каким-то образом взаимодействовать, это удивительный опыт, поэтому моя рекомендация, когда вы планируете такие какие-то путешествия со смыслом, во-первых, определить, в чем ваш интерес, то есть мой интерес всегда люди, если ваш интерес, к примеру, еда, слушайте, ну таких можно, такие можно исследования сделать, таких можно интересных людей, какие-то культурные взаимосвязи произвести, допустим, ну не знаю, силк роут плова, ну вообще, что вас интересует? Такой вопрос тебе, просто любопытно, как ты думаешь, вообще людям интересно вот то, что называется просмотр достопримечательностей, или это просто дань, отметка, чтобы потом... Мне кажется, это лень, если честно. Да, то есть фотографироваться там перед статой свободы, как будто, какое впечатление, какие ты получаешь от этого, я не очень просто ясно. Да, если честно, я... Как будто это какой-то ту-ду-лист, какая-то работа, потому что, когда даже я путешествовала, я... памятники, которые построил человек. Да, никакими бы красивыми они не были, не... Допустим, в Мексике там полно этих пирамид, майя, да? Ну, пирамида, в общем, моё ощущение от этого, ты получаешь это большой кик, если ты глубоко погружён в историю. Да, 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 да. У тебя контекст есть. У тебя есть контекст, ты изучал это, ты почему-то интересуешься вообще истории создания, когда ты поверхностно знаешь, что тут были майя, и что в каком... Информация о том, в каком году была построена эта пирамида, вот в мою личную копилку добавляют точки, только с точки зрения создания мира. А, то есть майя начали строить в этом веке. А, ну интересно, значит, миграция произошла, там что-то. Но сфотографироваться на этом фоне или там, ну, как бы получить кик от того, что ты сидишь на этой пирамиде, у меня нет. Я не знаю, зачем, ну, в смысле, мне кажется, что люди просто делают то, что доступно в информационном поле, опять же. Странные, которые ты не посетила в рамках этого путешествия, но ты хотела бы посетить, не знаю, в ближайшее время. Я хочу вернуться вообще... И сейчас моя большая мечта, сейчас... Ну, мечта, это план, да? Я хочу вернуться в Латинскую, в Южную Америку и пропутешествовать её на машине, потому что я тогда на автобусе ещё ездила или на самолётах летала, а мне кажется, что самый лучший путешествий это road trips на машине. И я хочу с мужем уже, потому что всё равно когда ты путешествий, это классно, но хочется кем-то разделить это впечатление на жизнь. И, наверное, даже не то, чтобы мне хочется куда-то в новую страну, мне хочется вернуться в те страны, в которых я была. Но по-другому. По-другому, да. В другой скорости, другим способом. Ты не видела недавнее интервью президента Гаяны с BBC, журналистом? Там был такой интересный момент, где... Ну, то есть, журналист критиковал президента Гаяны за, я не знаю, там их карбоновый след там из-за, по-моему, месторожения нефти, и, видимо, это так задело президента Гаяны, он там накинулся на журналиста, ну, словесно, да, он начал им говорить о том, что это единственная страна, по-моему, в Латинской Америке, которая не вырубала лес вообще, и благодаря этому у них, на самом деле, нейтральный карбоновый след, возможно, даже положительный, и вот, условно, в том числе, Великобритания обязана Гаяне за кислород, который они поставляют, да, в этот момент, ну, очень интересно, а вот есть ли такие... Я знаешь, что еще хотел сказать, кстати, пока я не забыла, это в моей голове, что для многих, ну, мне кажется, знаешь, не то, что для многих, ладно, не будем обобщать, вообще, мне кажется, что брать Sabbaticals или вот такие академ-отпуски длиной в год, это супер-смарт-идея, потому что, допустим, в западном мире принято делать это после университета, после того, как ты, ну, не то, что принято, кто может тебе позволить это, да, финансово, когда ты закончил колледж, взять год, чтобы, во-первых, отдохнуть от учебы и, на самом деле, решить, чем ты будешь заниматься дальше, потому что вот такой другой возможности не будет. Потом в течение года, вот представьте, вы, мы все тратим, ну, как минимум, там, 20-25 лет на обучение, да, первые 25 лет, 20-25 лет, в зависимости от того, что ты делаешь, потом ты тратишь еще 40 лет жизни на то, чтобы работать, и потом ты ждешь пенсии, чтобы начать путешествовать и жить, и мне всегда эта идея казалась какой-то идеей, идеотической, ну, как бы, и многим кажется она такой, да, поэтому понятно, что это риск, но если вы от пенсии отщипнете 5 лет и распределите их с какой-то периодичностью, да, там, каждые 7 лет делать перерыв, ну, я не говорю на год уезжать, но, ну, какие-то отрезки времени на 3 месяца, значительные, почему? Потому что, особенно в творческих специальностях, профессиях, это дает тебе огромный просто запас идей, да, все лучшие идеи приходят, ну, в чем-то, в том числе с попкорном, они приходят, когда-то тебе не нужно думать о работе, вот, это же практика, которую потом внедрили там во всех тех компаниях, начиная там от трема до гугла, 20%, 30%, 10% времени оплачиваемо, делайте то, что вы хотите, да, ну, это такой, как бы, экивок, да, в сторону того, чтобы сперс your creativity, помочь там вашему мозгу, но на самом деле вы можете сами это организовать, и, кстати говоря, в нескольких, в некоторых компаниях они прям, это часть девелопмент-плана, то есть тебя могут отпустить невоплачиваемый, но с сохранением работы на длительный отпуск, потому что это помогает ментальному здоровью, и это помогает твоей творческой энергии, да, и я думаю, что если сделают какие-то стадис, исследования, то 100% они подтвердят, что все лучшие и такие, следующие, по следующим работающие идеи, они пришли во время этого творческого отпуска. у немецкого, по-моему, нью-йоркского дизайна Стефана Сагмайстера есть вот, как раз-таки помню это выступление на эту тему, он каждые 7 лет берет один. Ты знаешь, самое интересное, что когда я была первый раз на ТЭДе, он выступал, и я думаю, наверное, я тогда заразилась этой мыслью. и я подумала, какая классная идея, но тогда это был 2009 год, и я тогда еще, наверное, не могла. Не была еще готова. я не могла себе ментально позволить этой мысли, но, наверное, какое-то зерно. Какие у тебя... Да, такой небольшой вопрос. Сколько нужно денег накопить, чтобы спланировать путешествие? это вот интересный... Я думаю, что денег нужно... 3000 на билет? Одна машина, вот так вот скажу. Если у вас есть машина, вы можете ее продать, вам хватит для того, чтобы путешествовать одному год. 20 тысяч долларов? Да. Окей. Но это при том, что вы будете, понятное дело, разумно тратить эти деньги. Ну, в смысле, в среднем день, конечно, стоит 100 долларов. Ну, от 50 до 100 долларов, в зависимости от того, как вы живете. Потому что, допустим, есть страны, где проживание очень дешевое. Там 10 долларов в день, там 30-40. Ну, если вы, допустим, в США или в каких-то таких более дорогих странах, то понятно, что это будет дороже. То есть все... Индия дешевая, ты знаешь. Ну да, то есть намного дешевле в любом случае, чем кажется. Потому что впечатление, которое получаешь, это впечатление на всю жизнь. А какие вы, скажем так, выводы ты сделала после этой кругосветки? Ну, кроме того, что у тебя появилась идея для бизнеса, который ты открыла после... Да, который открыл 10 лет спустя. В общем, выводы, которые сейчас со мной даже 10 лет спустя остались, то, что до сих пор это самое яркое воспоминание моей жизни. И я к этому возвращаюсь ментально или какими-то образами регулярно. То есть даже я вспоминаю какой-то закат и... Ну, тривиально, но какие-то закаты или какие-то виды... И это... Я настолько наполняюсь от мысли того, что со мной это произошло. Ну, поразительно, если честно. Вот. То есть 100% это топливо. Топливо на долгое время. Выводы... Второй, наверное, большой вывод, что понятно, что люди везде одинаковые. У нас у всех примерно одни и те же заботы и проблемы и кризисы жизненные. Но как мы справляемся с этими кризисами и как... Какие решения мы находим? Вот эта вот копилка, я считаю, что она мне очень сильно помогла, потому что она валидировала, во-первых, мой внутренний поиск и обогатила какой-то, знаешь, вот этой мириадой людей просто. Я бы никогда не нашла в информационном поле эти истории. И насмотренность помогает тебе в дальнейшем, да? Да. Знаешь, это как будто ты знаешь, какая бывает жизнь проигранная. Потому что я встречала людей, которые старше меня или которые... Они младше, но они прошли этот путь, да? И ты как будто бы уже берешь какой-то блупринт. Очень интересно. Давай повернемся к студенчатым годам. Когда... Ну, мы часто в рамках этого подкаста говорим о, скажем так, работе своей жизни, о поиске Хигая, да, и так далее. Да. Когда ты поняла, что ты хотела бы работать вот в сфере маркетинга, коммуникации, пиара? Я поняла это рано. Вообще, если честно, когда мы все учились, я училась, мое поколение, когда училась, мы учились не потому, что мы знали, кем мы хотим стать, да? И большинство людей, я считаю, не могут в 16 лет решить их профессию. Только гений, типа тебя, знаешь, который уже вот там, я не знаю, в 12 лет понимает, что им интересно, и все, они идут по этой стадии. Большинству из смертных сложно в 16 лет. Мне кажется, это до сих пор еще чем заниматься, на самом деле. Да, да, да. Но серьезно, в 16 лет очень сложно понять, что станет твоей работы. В этом смысле я просто поступила в ИНЯЗ, потому что, ну, как бы, у меня явно были какие-то признаки того, что я могу изучить язык. Но, что мне дал ИНЯЗ? ИНЯЗ мне дал соприкосновение с языкознанием и соприкосновением с фактурой языка, да, то есть вот этой этимологии, контекстных связей, откуда произошло, что, как вообще рождался язык, почему, как эти культуры связаны. То есть, и вообще, я тогда в первый раз поняла, что мы, как человеческий вид, стали человеческим видом только благодаря языку, да, и вот это откровение, которое, наверное, тогда еще не так сильно меня поразило, но поразило тем, что язык влияет на степень нашего влияния, патология, то есть язык определяет степень нашего влияния в микро и в макро мире. Насколько хорошо мы им владеем, настолько мы хорошо можем определять то, чего мы хотим добиться, да, и как мы хотим, чтобы люди себя вели по отношению к нам. Вот это я поняла достаточно рано в Инъязи, и я тогда впервые столкнулась с работами такими серьезными, потому что появился интернет. Я считаю, что это величайшее вообще вот событие, которое могло произвести с нашим поколением, что появился интернет и открылась вот эта библиотека знаний, которая бы раньше, я бы не смогла просто найти ни Чомского, никого, понимаешь? Ты видела видео, где Билл Гейс объясняет интернет Дэвиду Элтермана? Нет, как у нас нет. Это 95-го года видео, и Элтерман спрашивает, что им можно делать? Говорит, ну ты можешь посмотреть, послушать трансляцию там бейсбольного матча, он говорит, а разве вы когда-нибудь слышали про радио? Потом вы можете, не знаю, прочитать, не знаю, прогноз погоды, говорит, ну как бы вы знаете про телевидение? И такое классное на самом деле интервью, да, но это просто напомнило, да? Ну у тебя вот наверняка было какое-то озарение, когда появился интернет? Сто процентов, но мне кажется, я вот благодаря нему нашёл как бы чем мне заниматься, абсолютно. Да, жизнь до и после, Сто процентов. И вот когда ты понимаешь, что всё на кончиках пальцев, ну даже в сравнительно ограниченных ресурсах, которые были там в конце 90-х, ну доступны онлайн, но тем не менее, когда ты можешь зайти в библиотеку MIT, понимаешь, а она уже тогда была, она не начала революцировывать её, я такая, боже мой, а ну как бы на английском языке это в общем. Всё сложилось, ты знала язык, у тебя был интернет, интернет был у тебя получается дома или в университете? Да, у меня был интернет дома. Классно. Small privilege, который у нас был дома, это компьютер. Но в этом, в компьютер, кстати, в институте тоже у нас были компьютерные классы, в общем, я начала писать дипломную работу по влиянию языка и особенно рекламу, потом мне сказали, давайте сделать это более прикладной, потому что вам нужно работать. И я начала писать про рекламный, про рекламный, влияние рекламного языка, короче, и тут я начала понимать, что есть такая профессия вообще, как массовой коммуникации. Вот, и закончив вуз, я начала искать работу по специальности, потому что я почему-то была уверена, что мне нужно заниматься именно пиаром, но именно в классическом его тогда определении, то есть не то, как сейчас это исковеркано. Когда мы сейчас говорим, давайте про пиарим, это значит, это условно пропаганда, то есть односторонняя коммуникация, давайте убедим их, что это правильно, или что это вот красное, или черное, или белое. Классическое определение, это связь с общественностью, это двустороннее движение, то есть мы хотим вам что-то сказать, но мы хотим принять вашу обратную связь и улучшить нашу организацию, продукт, соответственно, это будет постоянный пинг-понг. И в 90-м или в каком-то году, в 2000-м году не было таких специальностей. То есть тогда, ну как бы ты помнишь, нет, молодой пиаре, тогда приходили, тогда приходили только все иностранные компании в Казахстан, то есть уже были, понятно, нефтяные компании, какие-то там multinational, FMCG приходили, и они, конечно, создавали здесь структуры, которые работали в пиаре, но попасть туда выпускницы в Fresh Graduate было практически невозможно. Я, как сейчас помню, я дала объявление в газету, была печатная газета Алматы Хэрлд на английском языке единственная, я дала объявление, написала, что вот там выпускница Иньяза ищет специальность, ищет работу в сфере связи с общественностью, и я могу сделать вот это, вот это, вот это. Оригинально, это мне кажется. Ну, я не знаю, ну, просто я прочитала в какой-то книге, что так можно делать, я наделала. И плюс к этому я взяла регистре какой-то, там, телефонную книжку, где выписала все компании иностранные, написала на их там, глав письмо, что я могу вот делать ваши и кастомайз, как сейчас пишут кастомайз, я тоже только это было мейл, почта, да, то есть я отправила все письмо, я могу для вашей компании сделать, никто не ответил, кроме одной компании, это была британская компания, которая до сих пор работает в Казахстане, называется она IT, International Trade Exhibitions, они занимались, in Central Asia, и Тесса, и Тека, не знаю, по-разному ее называют, она занималась организацией профильных выставок, там, не знаю, Киоги, Кител, вот эти все, да, и там был, есть до сих пор абсолютно крутой предприниматель Эдвард, который сказал, кажется, нам нужно то, что, я не знаю, что это точно, но кажется, нам нужно то, о чем вы говорите, и это были сумасшедшие классные три года, потому что, во-первых, предпринимательский дух внутри компании, потом мы все были одногодки практически, и у всех были какие-то сразу responsabilités. Западной манажем, да, получается? Да, но он один там был, да, но почему для меня это было классно, потому что, с одной стороны, ты попадаешь в какую-то структуру, бизнес, где нужно достигать результатов, с другой стороны, из-за того, что Эдвард был такой очень quick, да, и уйти, он постоянно давал нам challenges, и он смотрел, как мы провалим или что-то сделаем, и это очень empowering, то есть это очень тебя подпитывает, когда в тебя верят и тебе говорят, то есть допустим, я в то время поняла, что можно продавать веб-сайты, и мы с другом, я пригласила своего друга программиста, короче, и мы сделали внутри этой организации мини-организации, которую он называл Data.com, и мы продавали этим компаниям, короче, услуги по созданию веб-сайтов. Тем же самым клиентом в Макете, да? Которые участвовали на выставке, потому что у них не было веб-сайтов, там, да, или там, допустим, я в Казахстане делала, вот, я не знаю, старожила, вспомнила, это делала первый интернет-форум в Казахстане, потому что просто я думаю, блин, есть интернет, у нас есть там Киоги, Кител, еще что-то, но интернет, это же другая вещь, а в России уже был риф тогда, российский интернет-форум, я поехала в Россию, посмотрела, как они это делают, приехала такая, все, мы сделаем, мы сделали, и он же, и очень долгое время жил и этот Казахстанский интернет-форум и вот этот Эворд КЗ, который я учредила, ну, не то, что учредила, я начала это все, я рисовала вот эти штуки, там, награды, короче, классная предпринимательская такая жилка у него была, у Эдварда есть, и, в общем, три года, и потом я думаю, так, дальше нужно что-то делать, двигаться, я решила, думаю, надо поехать куда-то учиться, и я подавала, помню, семь лет, представляешь, я семь лет подавала, еще начиная с вуза, подавала на разные программы американские, которые были у нас, как они назывались, типа Акселс, я не помню, да, ну, в общем, были программы, которые финансировались американским правительством через разные структуры, и они давали тебе право учиться либо там год, либо два штата, в общем, я подавала, и я всегда была alternate, то есть я проходила финал, и меня никогда не выбирали, это был какой-то прям злой рок, это как бы флекс, только не для студентов, маски программ был, ну, разные, короче, я даже на Балашак подавала, и когда я пришла туда, председателем был Касым Жемарт Кемельевич, тогда еще, он лично тогда отсматривал всех выпускников, Балашак, Балашак, я прилетаю в Астану, на это я уже вернулась из этого, из Москвы, я прилетаю, короче, в Астану, на это интервью, и там все такие нарядные, стоят, ждут, я захожу, он такой, так смотрим, такой, так, открывает, Филипп Моррис, пускай они тебя отправляют, короче, представляешь, в общем, короче, это к тому, что я подавала, я хотела учиться, 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 но меня никогда не брали в американские программы, в казахстанские программы, в общем, я думаю, ладно, я могу позволить тебе за свои деньги поехать только в Москву, поехала, поступила в МГУ, там был, открылся на журфаке специальная связь с общественностью рекламы, и это был тоже классный год, не с точки зрения личного опыта, с точки зрения каких-то, наверное, студенческих воспоминаний, вот, вернулась, и когда я возвращалась, паснабистские, московские, мои знакомые говорили, ну, а что там в Казахстане, зачем ты туда возвращаешься, где ты там будешь работать, ну, да, ну, то есть, восприятие, что у нас вот, пустыня, я сказала тогда, мне кажется, у нас очень много предприятий, и, например, Филипп Моррис, я приезжаю, первое предложение, которое мне делается, мне делают Филипп Моррис, джоб-офер, я тоже подумала, наверное, это я, судьба, я пошла, и, как сейчас помню, там было такое интервью, сидел директор посредственной общественности, менеджер, и они курили, вот так сидели, короче, да еще в то время можно было курить в офисах, я такая, вау, но мне было так интересно попасть в эту индустрию, потому что мне казалось, что если есть у кого-то проблемы с репутацией, то это у табачных компаний, мне хотелось посмотреть, как изнутри они с этим работают, и я попала в правильное время, ну, сравнительно правильное время, потому что это был тот момент, когда вся табачная индустрия, делала U-turn, да, то есть когда они десятилетиями отрицали вред курения, потом это backfired, да, то есть они, там был большой суд, где их заставили признать вред курения, и они сами по ней начали понимать, ну, то есть они поняли, что если они будут продолжать это дело, то это грозит не только рисками, но и вообще запретом на деятельность, и с точки зрения связи с общественностью, им нужно вообще пересмотреть дискурс, и тогда они начали вот эту большую, вот этот разворот на информировании о рисках для здоровья, то есть если вы курите, то вы должны знать, что вы там подвергаете себя вот таким там списку заболеваний, рисков там и так далее, в общем, я попала как раз в это время, когда мы, разворачивалась, это большая глобальная компания по информированию, плюс я за ней, меня подключили на программу, там, то есть это предотвращение подросткового курения, опять же, еще один камень, который кидался в огород табачной компании, что из-за их рекламы, там, курит молодежь, в общем, это было интересное время с точки зрения профессионала на меня посмотреть, как вообще это работает на глобальную. А вот фильм Thank you for smoking ты смотрел до или уже после? Слушай, прикол в том, что когда я училась в институте, эта книга только вышла, то есть фильма еще не было, но книга только вышла, и я прочитала, и я почему сказала Филипп Моррис, потому что я прочитала эту книгу, я подумала. А о чем эта книга? Эта книга, значит, очень простая, она маленькая, тонкая, она была написана еще до вот этих всех событий, но там три пиарщика, табачник, алкогольщик и оружейник, и они все защищают, ну, как бы, триада зла, они все защищают самые ненавидимые индустрии, и они постоянно собираются вместе, чтобы поплакать о том, как им тяжело работать, вот, ну, и вот, собственно, книга о том, что как они... Это художественная книга, да? Это художественная книга, да, и как они там рассказывают, какими трюками они пользуются для того, чтобы манипулировать общественным мнением, и там очень большая доля какого-то юмора, но при этом это художественное произведение. Кстати, фильм продюсерами были Илон Маск, Макс Левчин и Дэвид Сакс. Да? Да, то есть удивительно, что вот эта вот они ее в фильм превратили. Книга классная, она маленькая, но очень интересная. В общем, я после этого, после этой книги подумала, блин, это интересно. В общем, три года, почти четыре года Филипп Моррисе. Какие там главные уроки, чему ты там научилась? Ты знаешь, вообще-вообще, когда я сейчас думаю о том, что почему с одной стороны все хотят работать, ну, как бы, это не то, что все хотят, это desired workplace, то есть люди хотели бы начинать свою карьеру в каких-то больших корпорациях. Я понимаю, почему, да, потому что это структура, база, которая тебе задается, и ты начинаешь более ячей, через ячейки видеть весь мир, да, бизнес-мир. Почему это плохо? Потому что это унификация, да, то есть ты попадаешь в этот мир, и тебя начинают считать какой-то единицей, хэдкаунт, да, вообще весь классный теток, почему называется хэдкаунт, потому что так считали рабов. Да, ну, то есть и вообще все эти корпорации были созданы по принципу для того, чтобы унифицированно управлять империей, да, то есть условно ты берешь человека из Британии, и ты обучаешь его точно так же, и точно так же обучаешь человека в Индии, то есть они будут интерчейджиабл, неважно, где ты работаешь по миру, то есть поэтому с одной стороны это классно, потому что это унификация, с другой стороны это плохо, потому что это унификация, потому что ты превращаешься в этот хэдкаунт, и неважно, ты это или какой-то другой человек, который good enough. В этом смысле я получила точно такой же урок, я поняла, как работает корпорация, и я поняла, наверное, что я не хочу работать в корпорации, вот именно в мультинациональной корпорации, это слишком много каких-то для меня ограничений. Много рамок, нужно работать по плейбуку определенному. Каким был твой следующий этап в карьере? Следующий этап в карьере был очень краткий, это был один год, когда я решила уйти с Филипп Морриса, мне позвонил Толгат, и он тогда возглавлял Евразийский медиафорум, это была структура НПО, которая была в структуре Хабара, я не знаю, сейчас ее, по-моему, я не знаю, она есть, наверное, Евразийский медиафорум долгое время существовал, он был площадкой для ежегодной площадкой для обсуждения каких-то региональных мировых медиатопиков, туда приезжали какие-то политические величины, медиавеличины, и вот Толгат уходил, он говорит, мне кажется, что ты справишься, и мне было тогда очень мало лет, ну сравнительно мало, мне, по-моему, было 25 или 26 лет, и я говорю, ты уверен? Он говорит, да, я пришла интервью, меня взяли, но это было интересно и классно, потому что, с одной стороны, опять же, как в ИТСе, ты вдруг погружаешься в среду, где ты ничего не... у меня был опыт организации конференции, но не такого масштаба, да, и вроде бы, опять же, у меня был опыт работы со СМИ Филипп Морриси, но опять же, не такого масштаба и не в такие сроки, поэтому там уже была работа интересная с точки зрения программирования, программирование, это программинг, то есть создание программы конференции, да, то есть вместе там с командой логистиков всех вот этих... Фактически на тот момент это был самый большой форум в Казахстане, правильно? То есть основной экономической форума еще не было, то есть это прям... Да, это был 2006 год, по-моему, вот, и это закончилось очень быстро, потому что мы провели форум и через две недели был арест Рахата Алиева, вот, а так как Рахат Алиев, ну, как бы, был мужем на тот момент Андрегина Забаева, соответственно, вся структура оказалась под каким-то вопросом, вот, и, ну, как бы, да? Понятно. А как вообще возник, скажем так, возник, возникла оказия, да, с Каспием? Как это еще появилось? Потому что, я понимаю, Каспи прошел после форума, да, сразу же? Да, да, ну, и там во время Евросоюзской комедии форума одной из работ директора был фандрайзинг, да, то есть нам нужно было собирать деньги на то, чтобы проводить этот форум. Да. и по структуру, процедура была достаточно простая, то есть тебе нужно было... Ну, организация может быть сложная, потому что, наверное, вас ассоциировали с как бы с организацией, с которыми много денег, и так, то есть зачем вам нужны деньги, да, условно? Она была простая. Да. Да, потому что нужно было просто писать письма во всей организации, и это письмо было подписано, там, ну, условно, не мной. Вот, и когда это письмо приходило, соответственно, там, ну, на уровне там уже акционеров решали, сколько они там будут выделять денег, там, и так далее. В общем, эти письма были разосланы, и в один день мне, значит, поступает звонок, и мне, обычно мне звонили директора департаментов, там, пиара, или маркетинга, или рекламы, то есть кто занимается выделением бюджетов на такие мероприятия, и мне звонили, говорят, знаете, к вам звонок из приемной председателя правления, председателя правления Каспийский, тогда еще был банк Каспийский. Я говорю, окей, супер, и вот, знаешь, тоже вот это состояние непуганности, когда, ну, как бы, ты с одной стороны удивлен, с другой стороны думаешь, ну, окей, да, вот мы отправляли вам письмо, мы хотели бы, возможно, вам организовать встречу, показать вам рекламные возможности, которые существуют в нашем форуме. Он говорит, да-да-да, давайте встретимся. Я говорю, ну, конечно, давайте. И опять же, по своей наивности, я говорю, ну, приезжайте к нам в офис. То есть я не знала, что нужно ехать, там, я не знаю, к этому человеку и записываться на прием. Он говорит, я говорю, да, конечно, приезжайте к нам в офис. А у нас такой офис еще был, ну, простой. Он приезжает чуть раньше, а я, знаешь, когда ты за два месяца до какого-то организации большого мероприятия, ты в мыле. То есть я бегаю, у меня в одной руке рамен, я что-то его там ем, потому что я не успеваю поесть, тут же у меня звонки, там еще что-то. Заходит Вячеслав Констиннович, говорит, он садится, такой смотрит на меня, я все быстро бросаю, говорю, ну, вот, да, начинаю как-то ему. Он говорит, да-да-да, все, вы не волнуйтесь, Лариса, мы вам деньги дадим. Говорит, но у меня к вам другой вопрос. Говорит, вы знаете, мы недавно приобрели его банк, и мы сейчас собираем команду, и как вы смотрите на то, чтобы присоединиться к нам? Я на него смотрю, говорю, Вячеслав Констиннович, вы меня вот, клянусь, видите, вот сейчас 10 минут, вам не кажется, что это рано делать предложения такие? Он говорит, у меня хороший жизненный опыт, я сразу вижу людей. И это было интересно, потому что в тот момент я не могла никуда уйти, форум там через 2 месяца. Это, помнишь, когда это было? Это было в феврале. 2006? 2006 года, да. Нет, 2007 года. 2007? Да, это был в феврале 2007 года, в апреле прошел форум, и когда, собственно, нас распустили, я вспомнила про эту визитку, через какую, там я сначала, по-моему, съездила в штаты отдохнуть, как бы в отпуск, потом приехала, думаю, а что дальше делать? И вспомнила, что у меня есть визитка, что у меня есть оффер какой-то, я позвонила, и он такой, да-да-да, все в силе. Я помню, что мы тогда, он организовал встречу, он говорит, у меня есть партнер, вот Михаил, нам нужно встретиться, чтобы мы вместе приняли решение. Я точно помню кафе, ресторан, в котором мы встречались, о чем мы говорили, и это было достаточно интересно, потому что, ну, не часто встречаются, там, условно, интервью, которые сразу там проводишь, там, в молодом возрасте с акционерами каких-то компаний. Но это Казахстан, в принципе, и поэтому, мне кажется, что в этом, в это время очень многие люди получали какие-то, ну, резкие возможности, а так как мы карьеристы, в то время были, я была карьериста. Сколько тебе было лет тогда? Мне было 26 лет. Ага, то есть 26 лет, ты присоединяешься в Каспии? Да. Что было дальше? Ты знаешь, если смотреть вообще на все эти 7 лет, я проработала в Каспии 7 лет, то у меня только какие-то восторженные сейчас на ощущения от всех 7 лет, потому что сначала было тяжело. Представьте, новая команда, иностранный инвестфонд покупает местный небольшой банк. Каспий, Каспийский тогда еще не входил, по-моему, даже в десятку крупных, ну, или входил, но он был на последнем месте крупных банков. И внутри сталкиваются две корпоративные культуры, да, которая пришла сверху, и у него очень четкое понимание, к чему он хочет прийти, и есть вот эта вся масса внутренних людей, да, которые вообще работают, ну, как мой первый шеф говорил, старый советский завод, да, скорость, язык, я не знаю, все, да, и тебе нужно это все понимать, потому что ты пришла с новой командой, и ты отвечаешь за коммуникации, не только внешние, но и внутренние, и тебе это нужно вот так вот. то есть я начала с чего? Я начала с того, что я начала набирать свою команду, и мы буквально на днях встречались с девчонками, ну, девчонками, которые начинали со мной тогда, и мы вспоминали опять это время, было офигительно круто, было весело, было как-то дерзко, наверное, то есть те вещи, которые, команду, которую я набрала, мне кажется, была под стать задачам и ощущению, да, того, чего мы хотели достичь, то есть было дерзко, то есть планы были дерзкие, и я вот с таким задором набирала людей. Расскажи вот про, как ты думаешь, в чем секрет, то есть условно именно тогда, в седьмом году, или в шестом году уже начался вот это вот построение того, что мы потом увидели, наверное, манифестацию в 2016-2017, да, по большому счету, да, когда постепенно Каспий стал неотъемлемой частью жизни всех казахстанцев. Вот интересно, что классно смотреть на историю backwards, да, потому что ты можешь соединить точки, потому что тогда, когда в 2007 году мы создавали, создавался новый бренд, и мы говорили, что в 2007 году произошел, в 2008 году произошел ребрендинг, но подготовка шла там с 2007 года. Мы тогда создавали бренд Каспий, и в дизайне миссии было, что Каспий будет равно Казахстан, и в 2007 году, когда ты даже не в топ-5, это казалось каким-то бредом, ну для большинства, да, это казалось каким-то бредом, ну в смысле как, но было настолько четкое видение у Михаила, да, и у команды, что никто, ну мы, по крайней мере, не сомневались, мы точно знали, что мы будем, ну если не равно Казахстану, мы будем очень близки к этому, да, и задача для бренда была именно такая. Вот в 2008 году произошел ребрендинг, и... То есть логотип, вот красный логотип с фигурами людей? Под Каспийской, да, он появился в 2008 году в ноябре. Что этот логотип значит? Там два человека, ну то есть это фигура fatherly figure, да, то есть более взрослый, старший брат, и, ну как бы, человек, которому ты даешь руку и ведешь с собой, да, то есть который, ну как бы вот, да, там была шутка, что это Михаил со славой, да, ну это шутка, вот, но вы помните, да, что, наверное, ну не помните, но в то время, когда была эта шутка с банка с Писькой, там да, и так далее, то есть восприятие вообще этого банка было очень сомнительное, очень сомнительное, это был карманный банк, небольшой там и так далее, вот, и мне кажется, что вот эти составляющие, которые сложились, то есть условно Михаил собрал команду звездную, ну реально звездную команду, я не говорю про себя, я говорю про всех ребят, которые создавали продукт, скоринг, риски, там, я не знаю, операционная деятельность, бэк деятельность, там, и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть все ребята, которые приходили, они, у них было execution excellence, да, то есть нацеленность на, в краткие сроки и sense of urgency, мне кажется, вот эти две вещи, да, что ты понимаешь, что ты не просто должен инновационный продукт создать, ты должен это сделать быстро, быстрее, потому что было, было уже какое-то конкурентное окружение, кстати, тогда банки конкурировали намного лучше, чем сейчас, да, ну то есть, тогда в спину дышал там Альянс, какие-то еще банки были, я сейчас не вспомню, там, по-моему, БТА-то был там, БТА уже тогда, по-моему, да, по-моему, евразийский, АТФ был, АТФ, да, ну в общем, какие-то банки, которые начинали выдавать вот эти кредиты быстрые, то есть, и вот этот вот excellence, который создался с точки зрения там инновационных продуктов, да, то есть быстрый скоринг, то есть Каспий первый ввел этот скоринг, который мог выдавать тебе кредит за 15 минут, то есть автоматический анализ, да, данных, подтягивание данных с... Через банкомат это происходило? Нет, ты приходил в отделение, ты давал свой ИИН, и по одному документу подтягивались данные со всех, там, я не знаю, с кредитного бюро, с твоей пенсионки, и оценивалось, насколько ты кредитоспособный, какую ты сумму можешь получить, то есть вот эти вот все продукты быстрые, то есть там, я не знаю, кредит за 15 минут, кредитная карта, там и так далее, и так далее, то есть это были инновационные продукты для этого времени, тогда был самый, самый большой запрос, и самая большая проблема, это отсутствие кэша в доступе, да, то есть ты не мог, как обычный физик, зайти и сказать, мне нужны деньги, то есть ты все средства, все возможности, которые у тебя были, занять у соседа, там, перехватить еще что-то, что ты можешь прийти в банк и взять кэш, это была новость, да, соответственно, Каспий был быстрее всех, кто начал выдавать эти деньги, и с этим пришла большая ответственность, потому что, когда ты начинаешь раздавать деньги населению, которое не знает, что такое кредит и кредитная карта, тебе нужно закрывать это очень большой финансовым, большим финансовым образованием, и тогда мы создали вот этот журнал, просто о финансах, его делала Бота, Жуманова, тираж был 250 тысяч экземпляров, и мы создавали его 4 раза в год, то есть миллион экземпляров в год, мы тогда еще, да, в общем, предпринимались какие-то экстрадинансные усилия для того, чтобы донести до человека ответственность, которую он берет вместе с кредитом. Получается, я получал деньги на свою кредитную карту, или это был кэш просто? Это, ну как бы Викл, да, это был кредитная карта. Получается, я получал какую-то металличую карту, потом могли пользоваться при оплате. Вот. И вот таких продуктов, там условно, там была эволюция, потом пришла эволюция вместе с бесплатными платежами, если ты помнишь, да, то есть был целый сектор, когда... За комуслуги? За комуслуги, за телефонную связь, за все что угодно. То есть Каспи превратил это в комодити, да, то есть не было, они сказали, мы отменяем, да, все комиссии на эти платежи, да, и зашел на этот сектор, забрал это, да, то есть и таких вот шагов, которые вели к тому, чтобы вырасти с менее 100 тысяч человек, пользователей, до, когда я уходила, было, по-моему, почти 3 миллиона, всего за 7 лет, да, то есть вот эти фолтс, можно посчитать, да, это очень агрессивный, очень быстрый рост. Я думаю, что, наверное, планы были разные, но когда пришло видение Каспи, я видела, я тут видела только, вот именно Каспи КЗ, я видела только зарождение этого, да, то есть я знала, что есть это видение. То есть суперап, это было уже позже, да? Да. Я знала, что есть это видение, но я сейчас, я понимаю логику, как развивается Каспи. Если говорить про, может быть, какие-то интересные воспоминания о случае жизни, то есть какие-то, которые можно... Каспи? Да, о которых можно рассказать. Может, какие-то креативные, креативные кампании, рекламные. Ты знаешь, я помню, что когда был ребрендинг и была большая компания, она называлась «Добьемся успеха вместе», и это был рекламный ролик, который снимался, ну там усилиями очень больших команд, креативных там, да, и он снимался, то есть это был единственный ролик, который, по-моему, запускали на казахском, казахстанском телевидении в рекламном блоке, он длился минуту 15. То есть обычно, если ты, ну как бы помнишь рекламные блоки в телевидении, они шли там минимально 15 секунд, 20, 25, 30, чтобы добиться блоков минуту 15 для рекламы, ну это нужно экс-ародинальное усилие, то есть, соответственно, вот какие-то такие вещи предпринимали для того, чтобы встроить вот эту грандиозность, да, в восприятие грандиозности в медиа тоже, там, да, или, к примеру, нужно пояснить, за что я отвечала, наверное, потому что я сейчас так говорю, то есть моя работа была, я была управляющим директором по маркетингу, маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью, то есть... Большой пас работы на самом деле. Ну да, там такие блоки, как, допустим, бренд менеджмент, медиабаинг, исследования, исследования, медийные исследования, там, да, и исследования тоже потребителей, внутренние коммуникации, там большой блок, потому что мы выросли тоже там за это время, там, с 1000 до 10000 сотрудников, да, это тоже нужно управлять, чтобы у них, унификационные услуги получали. В общем, что же еще там было? Я вот помню очень хорошо, это я только приехал как раз после учебы в Америке, это был, по-моему, август 13-го года, я очень хорошо помню приезд Бандераса, это прям сильно освещалось. Расскажи, как вот вам пришла эта идея и почему именно Бандераса? Потому что... Это какой год ты говоришь? 2013 это год. 2013 год, да. Потому что к тому времени у нас была эволюция бренда, но мы начинали там, добьемся успеха вместе, ну, потому что это новый бренд, и мы приглашали всех присоединиться к этому бренду, там, вот это Big Ed, где все там друг другу пожимали руки, обнимали, и вот как раз таки выросла эта фигура, большой человек, который ведет за собой другого человека, там, да, добьемся успеха вместе, что-то, что-то, и в общем, к 2013 году эволюция пришла к тому, что мы говорили, что еще мы можем сделать для вас, потому что мы уже сделали и кредиты за 15 минут, и вот там бесплатные платежи, еще, что еще мы можем сделать для вас, и вот идея этого бренда, ну, что еще мы можем сделать для вас, ну, давайте вот Антонио Бандерас будет вас обслуживать в банке, вот из этой логики, что, ну, мы уже все сделали, если только вот какую-то A-list star голливудскую к вам пригласить, для того, чтобы он вам бумаги подписывал, выдавал там, идея была креативная в этом, вот, и, конечно, это отдельная история вообще, каким образом вообще, я не знаю, после этого или до этого приезжали ли такие звезды для съемок в рекламе Казахстана, но... Ну, да, это были не зарубежные, я помню, что когда Головкин обслуживал клиентов BI Group, это я помню, это видео, это уже позже, да, это как бы мировая звезда, но казахстанская. Да, казахстанская, но это не голливудская звезда, то есть это немножко другой рейтинг, вот, в общем, это было big adventure, я не могу раскрывать, не хочу раскрывать там условия сделки или еще что-то, да, но то, что это было событие для Казахстана и для нашего банка, конечно, это однозначно. Но сколько дней он сюда приехал, получается? Слушай, он прилетал на два, раз, два, на две ночи. На две ночи, и за это время он должен был обслужить клиентов, Ну, там идея была в том, что, понятно, это было реальное отделение, но это все было, то есть мы работали тогда с большим количеством продакшена там местного, украинского, там мирового, да, то есть у нас режиссер прилетал из Британии для того, чтобы срежиссировать это так, чтобы с одной стороны, да, пригласить людей и обслужить эту очередь, да, которая выстроилась к банку, а с другой стороны, чтобы это было в рамках там его возможностей, но при этом эффект именно сложился такой, как мы спланировали, то есть вот, товарищ, а при этом клиенты не знали, да, когда они, как вообще это было, я просто не был тогда, ну, это же тоже стейдж немножко, да, то есть ты приглашаешь, ты говоришь, что такое будет, да, но ты приглашаешь определенное количество клиентов, которые может, сможет попасть и там получить у него. А они, получается, приходят с разными запросами, кому-то там открыть карточку, кому-то, да, и есть перевозчик, да? Ну, там сидел человек, но понятно, что это все было режиссура, да, то есть это микс, это микс, да, все, все, гибрид. Если вот в качестве такого списка рекомендаций для предпринимателей, которые хотят создать такую какую-то большую-большую историю, как бы ты, не знаю, как бы ты рекомендации дала на основе успеха Каспии, да, то есть я вот слышу сейчас это создавать уникальные продукты, которые наголову выше того, что есть на рынке, да, полностью перескажем так подвергать сомнению статус-кво, да, не бояться делать очень смелые вещи, если все делают 15 секунд, делаем минуты 15, да, не бояться, да, думать, думать о чем бессозно, мне кажется, что сейчас рекомендации дать нельзя, потому что это уже прошедший кем-то путь, и в чем, мне кажется, уникальность в том, что уникальность, наверное, в фигуре Михаила, потому что он всегда имел очень четкое видение, то есть он не просто приблизительно знал, куда мы идем, он абсолютно точно до цифры и до времени он понимал и знал, к какому результату мы все должны прийти, и вот эта коммуникация внутри команды, да, вот это tireless, да, то есть беспрерывная и неустанная коммуникация внутри команды на результат, и ощущение внутри того, что я как член команды я чувствовалась членом семьи, да, я не просто, вот в отличие от корпорации, да, то есть я не просто заменяемый винтик, я человек, которому доверяют, в чей авторитет верят, экспертизу и авторитет верят, и у меня с этим рождалось ощущение, что я могу достигать абсолютно любых результатов, и мне кажется, вот этот empowerment, вот это вдохновение, вдохновение на достижение результатов, и четкое видение, коммуникация внутри команды, то, что для меня сыграло в плюс все семь лет. После этого в четырнадцатом году ты покидаешь Каспий, улетаешь в кругосветное путешествие, когда ты возвращаешь в Казахстан? В пятнадцатом. В пятнадцатом, условно, в феврале? Нет, я вернулась в конце, короче, там возвращалась, потом путешествовала, да, в общем, в пятнадцатом году в июле я вернулась вот так вот. Дальнейшие действия? Слушай, ну, все это время, начиная с девятого года, я занималась еще организацией TEDx в Алмате, и потом, я когда вернулась в пятнадцатом, я подумала, почему тут только в Алмате, надо подключить Астану, у меня прям реально, у меня все идеи рождаются в четыре утра, я проснула в четыре утра, Атка, подождите, в Астане же нет TEDx, нужно срочно ехать туда, я полетела в Астану, и вместе с командой ребятам сделала TEDx, и до 2020 года я этим занималась. Больше 10 лет. Я видел выступление группы Бухаржал, да, то есть я видел видео в Ютубе, 2012 год, это Эмиль Досов, Серик Калдекулов, и я не знаю, как его на самом деле зовут, но его сценическое имя Такеши Ливингсон, по-моему. Потрясающе, это как бы вот такое отражение, да, то есть Алматы того времени, да, и как раз ты был на сцене TEDx. Расскажи про вот такие-таки большие, может быть, хайлайты, какие-то выступления, может быть, которые сильно, ну вот другое выступление, которое, наверное, хорошо помню, это выступление на тот момент предпринимателя Ирландца Гадеева, который потом стал министром образования, во многом, наверное, как бы, может быть. Я не знаю, насколько это совпадение, или действительно он хотел быть министром образования, может он не хотел, но, как он мне потом говорил, это дьюти, да, то есть это долг, который ты отдаёшь родине, когда ты идёшь на службу, потому что он предприниматель, но мне кажется, что вообще, когда мы это начинали, я это начинала просто из ощущения того, что есть крутые идеи и есть формат, который офигительно работает, и как раз-таки если говорить про влияние на массы, то они придумали структуру, которая идеально доносит сложные мысли, сложные идеи простым языком, когда я это обнаружила и поняла, что есть лицензирование и так далее, в Казахстане был 2010 год, 2009-2010 год, и ощущение того, что вообще люди могут волонтерить на какие-то такие интеллектуальные проекты было достаточно неоднозначно, но образовалась команда, мы это сделали, это было для нас каждый год как adventure, то есть я со своей стороны всячески рекомендую ребятам, которые не знают, чем заниматься в жизни, сначала поволонтерить где-то в организациях, которые им каким-то образом откликаются, слава богу, сейчас много таких инициатив, неважно, это будут Technovation, какие-нибудь Infactorial, Incubator, там, да, то есть есть организации, которым нужны волонтеры, и TEDx это полностью волонтерское мероприятие, все мы работали full-time, и у нас у всех после работы нужно было делать вот, но самым главным хайлайтом для меня после этих 10 лет стало, что ключевые люди, с которыми там я хотела организовать вот такие вот сложные, не сложные, а глубокие связи, они остались в моей жизни, понимаешь, а это было для меня лично задачей, то есть мне хотелось насытить, обогатить свою жизнь интересными людьми, почему я начала делать TEDx, а вторая задача для меня была, это влияние не только на себя, но и влияние на ближайшее окружение, на общество, да, то есть идеи, которые могут наше общество куда-то продвинуть, и это мультидисциплинарные идеи, там, наука, искусство, бухажирал там и так далее, вот, и то, что даже ты видел несколько выступлений, или кто-то сейчас уже по прошествии времени будет там их смотреть, для меня это большой тоже, большая валидация, значит, это работает, значит, формат работал, и у нас действительно, казах или нет, ну, как бы вот есть ребята, которые владеют интересными идеями и их реализовывают, вот, и есть площадка, которая это сейчас делает, и третье, наверное, то, что люди, которые, ну, все равно это все про людей, если честно, знаешь, все про людей, неважно, это мои друзья, неважно, это участники, спикеры, либо это аудитория, которая ходила на TEDx все эти 10 лет, мне кажется, вот этот импакт, потому что мне ко мне часто там подходит, ну, не то, что подходит, а вот, ну, как бы я встречаю людей, которые говорят, мы ходили на все TEDx, да, или для меня, для нас это был хайлайт там года, там, да, или для нас очень важно было попасть, потому что мы создавали среду не только классную, для классного диджитал импринта, да, вот этого результата, который останется в интернете, но и на самом мероприятии это была целая архитектура, как создать взаимодействие участников таким образом, чтобы максимальное количество людей понетворкило и осталось каким-то meaningful impact, да, значимым результатом, значимым контактом, и мне кажется, вот, это наполняло нашу жизнь очень сильно, вот, и люди, которые там, допустим, почему родился после этого вот мой подкаст, которого сейчас нет, ну, в смысле, я его не веду, он назывался, назывался ежедневные смыслы, потому что мне хотелось спикеров, которые выступали у нас там условно 15 минут, дать им чуть больше со мной, себе и всем остальным больше времени с ними, чтобы раскрыть эту идею, потому что очень часто, вот, ты меня сейчас приглашал на подкаст, ты говоришь, это будет разговор на 3 часа, и у меня это вызывало небольшой шок, потому что думаю, о чем, вот, я вот сейчас уже говорю 2 часа, я думаю, о чем можно говорить 2 часа, ну, можно, но во время выступления на TEDx на TEDx мы всегда говорим, у вас есть максимум 15-18 минут, да, и люди часто говорили, это исследование, я делал 20 лет жизни, как я могу его вместить в 20 минут там, да, и когда они могут вместить, потом хочется его опять распаковать, и я делала этот подкаст для того, чтобы вот распаковывать и уже связывать дотс, когда, связывать точки, когда, которые привели человеку к тому, чего он достиг в жизни, да, или к этому исследованию, то есть чуть больше контекста, почему делает человек то, что он делает, мне кажется, вот это вот всегда самое интересное, почему ты занимаешься, допустим, этим подкастом, почему? Ну, в прошлом году мне было немножко скучно в начале года, и для меня это была возможность, скажем так, такого публичного исследования, наверное. Это лёгкий ответ, а на самом деле вот сейчас прошло время. Любознательность. Любознательность. Тебе интересны люди, ты любишь людей, это же очевидно. Ты любишь людей, у тебя, мне кажется... Мне интересно узнавать людей новые вещи. Да, у тебя любопытный такой ум, который хочет узнать, почему эти люди так поступают, а как они приняли решение, как они пришли к этой точке, а где вот эти вот многие точки, которые связались, а где вот этот серендипития, а где на самом деле случайность там, да, ну то есть вот... И вот такое любопытство, мне кажется, приводит очень часто к каким-то интересным результатам. Если говорить про ТЭД с 2009 по 2020, какие три выступления вот в казахстанском ТЭДе тебе запомнились больше всего? Наверное, те, которые были просмотрены больше всего. Вот номер один по просмотрам, насколько я сама не проверяю, но мне вот говорят ребята, что номер один сейчас просмотры выступления Мадима Мамбетова, почти миллион, по-моему, просмотров у него. Он говорил про стигматизацию депрессии, то есть что не нужно стигматизировать депрессию, а как бы на минуточку сейчас все об этом говорят и не стигматизируют, но это был 12 или 13 год, да, соответственно, это, наверное, было по-другому. Или нет, 17 год, ну короче, не так давно, но тем не менее, да, особенно от мужчины слышать про депрессию, в общем. Наверное, это очень сильно отзывается у большого количества людей, не только в Казахстане, потому что сейчас есть субтитры, сейчас люди смотрят на любом языке, вот. Понятно, что выступление Ирлана Сагадеева, потому что оно какое-то невременное показалось для Казахстана, потому что он говорил про трехязычие, и на самом деле, что это не политический вопрос, а вопрос доступа к копилке знаний мировой, да, ну то есть если, посмотрите, очень крутое выступление. Абсолютно. Да, он говорит о том, что просто условная мода, я сейчас говорю «мода» в кавычках, данный язык, она менялась со временем, потому что если универсальным языком для обмена информацией и знаниями, там, условно, 18 на беге был французский, потом, и для науки, то потом это, для науки и литературы, потом это стало, допустим, там, какое-то время там и русский, и английский, а теперь это только английский, да, для Казахстана. А если посмотреть на количество издаваемой литературы на каждом языке сейчас, то мы видим, что сколько книг выпускать на английском языке, особенно технических, научных в мире ежегодно, сколько на русском, сколько на казахском. И, говорит, нужно делать рациональные решения для наших детей, для того, чтобы давать, эквип, да, там, оснащать их языковыми знаниями, для того, чтобы они жили в будущем, а не в прошлом. Для прошлого и настоящее нам нужно для того, чтобы сохранять культурное наследие. Будущее — это технологический, это доступ к техническим знаниям, вот, и всё. И мне кажется, что вот этот голос разума, который был подкреплён, с одной стороны, эмпатией к языку казахскому, да, с другой стороны, ориентировкой на будущее отзывался у очень многих. Это второе выступление, которое, наверное, самое просматриваемое. Третье, вот, мне сейчас сложно сказать, но у нас было много крутых выступлений музыкальных, и мне кажется, что вот Бухарджи Рау, допустим, их союз там с консерваторским оркестром, да, он был крутым. А если говорить про ТЭД международный, три выступления, которые тебе вот, ты любишь их пересматривать? Я старовер, да, я, ну, в смысле старовер, потому что, мне кажется, я в своё время посмотрела, ну, практически, то, ну, там сейчас больше десятка тысяч, наверное, но я посмотрела очень много выступлений. Если говорить вот так вот, top of mind, то мне очень нравится, наверное, то выступление, с которого я вообще открыла этот ТЭД для себя, это было выступление Элизабет Гилберт про вдохновение. И Элизабет Гилберт, писательница американская, в то время она стала известна благодаря книге Ешь, молись, люби. Книгу я не читала в то время, но когда я послушала выступление, она говорит очень круто про creative genius, да, про креативное вдохновение, откуда оно приходит и как с ним работать. Потому что её догоняла вот эта стигма второй книги, что, а будет ли вторая книга такая же успешна, как первая, и как выйти из этого, из этого, из этой тени, и как работать на самом деле со своим креативным гением. И она очень интересные факты собрала от разных людей в мире, креаторов, да, которые сталкиваются. И у всех вопрос, то есть, он приходит к тебе, этот дух, или это вот дисциплина, к которой нужно садиться и просто писать. Какого нет? Я не буду говорить, вы посмотрите выступление. Очень классно, да. Второе, наверное, которое я могу сейчас сказать... Теперь я понимаю контекст, почему ты приглашала, когда она приезжала в Денвер. Да, да, да. Да, мы с тобой были как раз в Денвере, и она приезжала со своим open talk, и мне почему-то казалось, что это очень круто. Было неплохо, да. Вот, но есть вот реконструкция воспоминаний, есть следующие воспоминания. Вот, очень много крутых выступлений. Допустим, одно из моих самых любимых, это с Ричардом Докинс, где он говорит о том, почему мы запрограммированные существа, что мы, условно там, мы запрограммированы на размножение, то есть, ну, в общем, все такое. Короче, суть в том, что, когда я просто поняла, что когда я первый раз увидела, как человек объясняет абсолютно сложнейшие идеи на вот таком доступном языке, с юмором, еще, знаешь, таким чисто британским типом юмора, я абсолютно влюбилась, я прочитала там 2-3 книги, и с тех пор вот Ричард Докинс, это, ну, как бы такая для меня фигура, и если вы посмотрите, как он ведет твиттер, я не знаю, я не в твиттере больше, ну, это не твиттер больше, да, но как он ввел твиттер, когда я его читал, это какой-то отдельный вид мокри, потому что он абсолютно разрушает все вот эти вот костенелые представления о науке, которая есть у людей, или там, наверное, заблуждения, стереотипы там и так далее. Очень-очень оригинальные, да. В общем, для меня, конечно, Тед стал такой энциклопедией жизни, потому что очень быстрый доступ к высококачественной, курируемой информации, и мне кажется, что аналога пока такого нет. Говоря про вот подкасты «Ежедневные смыслы», в каком жанре, как бы есть разные жанры подкастов, да, есть подкасты, то есть какой-то жанр. Сейчас есть разные жанры, когда я его делала, это не было трендом, и не было никаких жанров. Это было пять лет назад, я начинала его делать. А, но тогда был жанр только, который я первый раз услышала, криминальный, да, как называется? А, true crime. True crime, да. Я услышала первый раз true crime подкасты, подумала, блин, как круто, но с вами у меня просто разговорный, то есть мне хотелось, у меня был формат там 45 минут, и мне хотелось в эти 45 минут раскрыть историю человека, как раз-таки то, что ты сейчас примерно делаешь, но только в большей связке к смыслопределению, да, то есть что определяет задачу человека в жизни, что связывает его с этим. Да, то есть какой у него кигань, да, условно. Я на самом деле ищу сейчас новые жанры, потому что как будто хочется чего-то нового, да, то есть я год провёл, ну мы, наверное, записали почти, наверное, сто эпизодов до сегодняшнего дня, не все из них опубликованы ещё, и то есть формат, которым мы пришли на сегодняшний день, это формат такого вот, можно сказать, разговорного мастер-класса, где на примере жизни одного человека рассказываются, может быть, какие-то уроки, инсайты в разных профессиях, да, то есть какие-то плейбулки, инструкции их действий, может быть, вот такого плана. Но при этом на самом деле я вот даже смотрю подкаст, который, ну я большой потребитель подкаста, знаешь, да, и я на самом деле смотрю большой как бы диапазон, да, мне нравятся подкасты, которые еженедельные, где четыре друга сидят и общаются, это тоже классно, мне нравятся подкасты, где два пьяных друга собираются раз в квартал и тоже что-то о чём-то говорят, да, это Кевин Роуз и Тим Феррис, рандом шоу, они, кстати, это делают уже на протяжении 16 лет. Тим Феррис же не пьёт. Пьёт, пьёт, ещё как. Пьёт? Да, да, да. То есть и самый первый, кстати, в этом году исполняется 10 лет его подкасту вот этому, который все знают, Тим Феррис шоу, да, и первый эпизод этого шоу, это Кевин Роуз был гость, с которым он писал вот этот вот рандом шоу, такой вот случайный подкаст, который они, не знаю, записывали там, иногда раз в год, иногда, когда придётся, когда они встречаются. Недавно, кстати, они на South by South West, буквально в марте, записали такой публичный эпизод рандом шоу, где они вот два друга собираются и рассказывают, что у них было за последние полгода. Такой, я вот, не знаю, изучаю там новый вид психоделиков, там вот, я вот попробовал его, вот такие у меня, я купил себе там инструмент, который измеряет мой инсулин. И это такие вот рекомендации всяких вот лайфхаков, девайсов и так далее. Не знаю, может быть, какие-то жанры, которые, подкасты, которые тебе нравятся в качестве рекомендации? А тебе, для фактория подкаста? Ну, давай пока, во шагово. Первый вопрос, какие жанры подкастов тебе нравятся? Я люблю, которые выходят регулярно, ну, то есть вот еженедельные тоже, потому что есть какая-то зависимость от этого потребления, и, соответственно, ты хочешь в определенный день получать свою дозу. И это, скорее всего, вот те подкасты, которые не требуют долгой подготовки, ну, условно, там наверняка есть редакторы и всё, но это, опять же, вот, скорее всего, три-четыре человека, которые регулярно встречаются, и ты следишь за их жизнью, или там жизнью детей, или то, чем они занимаются. Вот, то есть мне нравятся вот такие подкасты, мне нравятся подкасты старителлинговые, да, то есть когда берется, вот обожаю подкаст, который называется... Обожаю. Нет, мне очень нравится подкаст, который называется... Сейчас я скажу. Видишь, когда уже три часа пишешь, начинаешь забывать. Вернее, не забывать, а вылетать немножко. Так, сейчас library shows. Он называется Heavyweight. Heavyweight. Я не смотрю. Слушай. Это гиммлитовский подкаст, но который потом купил Spotify, по-моему, сейчас он выходит на Spotify. В чем прикол? Короче, чувак за ним, он очень известный в своем мире журналист, там, подкастер. Heavyweight, это что-то вроде незакрытого гештальта, да, то есть когда он собирает истории людей, у которых был всю жизнь какой-то незакрытый гештальт, и они до сих пор не могут понять, почему это произошло в их жизни, или, ну, то есть, что это, что это значит, да, он забирает эту историю и со своей стороны, и со своей командой расследует ее. Можно пример сказать? Например, сейчас я какой-нибудь эпизод посмотрю, вспомню их секунды, потому что они сейчас перешли на Spotify, а у меня нет, я не слушаю Spotify, короче, не знаю почему, и я перестала их слушать, но, но, но формат очень крутой. Так, вот, например, сейчас, вспомню, еще что-то было. А, вот, короче, например, вот, я смотрю, сейчас вспомнила, чувак был лучшим другом со своим, у чувака был лучший друг в детстве, не разлей вода, они все делали вместе, они первые какие-то шаги, игры, подкасты даже записывали вместе, а потом со временем, ну, как бы они разъехались, и что-то случилось в жизни другого человека, который, он не мог понять что, но они перестали быть лучшими друзьями, но тот заболел, и тот первый друг, который вот рассказывает эту историю со своей стороны, он говорит, я знаю, что он заболел, скорее всего, я не был самым, там, терпеливым, слушателем, или там, поддерживающим другом, и вот у меня есть heavyweight, что я его не поддержал. Короче, мне хочется, как это, reconcile или что-то с этим сделать. Короче, этот журналист начинает расследовать историю с двух сторон, то есть, что случилось, почему, на каком этапе, там, и так далее, очень интересная идея. Да. Прикольно. Но это самое простое, да, но это очень тачинг, то есть, потому что там человек в конце умирает, но он дает вот этот вот релиз, да, что он говорит, ты на самом деле, даже те редкие звонки, которые ты делал, они были так должны, этот человек услышит эту историю, начинает там эмоционировать, плакать, короче, офигительное, офигительное вот такое расследование, но оно иногда бывает, там, допустим, неожиданным, то есть, кто-то пишет, говорит, у меня там, допустим, никогда не было отца, но у меня здесь вот такая информация о нем, т, 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 и он начинает искать этого отца, там, да, и потом либо происходит reconciliation встреч, а либо нет, там, да, ну, короче, в общем, такие сложные, сложные продакшн вещи мне нравятся. Да, которых там, не знаю, условно, десятки, десятки часов, которые компрессируются в 30 минут, да? Да. Очень интересно, вот в этом плане, наверное, в тек, среди тек-подкастов, скорее всего, к такому жанру относится Master of Scale, да, Рида Хоффман, да, он там тоже такой супер, 30 минут всего длится, там всякие звуки, какие-то фоны он добавляет, очень, там прям, там прям, ты когда слушаешь, ты с ними путешествуешь, да, 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 там разные голоса, там есть, там театр какой-то, потом мне, ну, мне нравится разговорный подкаст, условно тот же, пресловутый Хиберман, просто потому, что для меня это подкаст, под который я засыпаю, то есть слышала скандал последний с ним связан? Нет? Еще не слышала? Классный скандал был на прошлой неделе, New York Magazine написал о нем такую, в кавычках, разоблачающую статью, в котором пять женщин, то есть, как бы там, история в том, что они обвиняют его в том, что он с ними параллельно встречался, при этом создал иллюзии, что они, что у них эксклюзивные отношения. Он же такой немножко прайват, да, по поводу своей личной жизни, он никогда не рассказывал, с кем он живет, когда он живет, только у него про собаку постоянно рассказывают свою. Да, и самая интересная, реакция мужского твиттера на это, то есть, разоблачающая статья, да, то есть, вроде бы там репутацию его сейчас поломают, а там мужчины говорят, а, это, если его методы, как бы, это наоборот, знак, что его методы работают, я пойду делать его утренний протокол, и так далее, и так далее, то есть, это статья... А он ответил на это? Он специально проигнорировал, то есть, он идет дальше, снимается в следующий подкаст, но сама статья очень интересная, она такая вот, да, очень интересная, эти пять человек, эти пять женщин, они сейчас в одной WhatsApp-группе, они стали подругами, они там... Это прям как кино. Это кино, они помогают друг другу там. First House, что там, клуб первых жен, или что-то. Да-да-да, такая, то есть, он ничего нелегального с ними не делал, то есть, но вот они сблизились, вот как бы, вокруг этого вопроса. Очень интересно. Да, но он на самом деле большую работу сделал в плане демократизации. Конечно. Как учёные, то есть, классно. Это большая работа, потому что подготовка, я, знаешь, мне всё время интересно, когда он смотрит и говорит так быстро текст, у него телепромптор стоит, или что происходит? Понять не имеет, да. Ну, просто мне кажется, даже для телепромптора невозможно так быстро читать текст. Ну, в смысле, либо он так организован, что для него достаточно, допустим, одной линии, чтобы выдать целый пассаж, либо что происходит, он робот. Судя по этой статье, он какой-то там, нереальный мастер продуктивности. То есть, он прям там хакет. Да, да, но они же вот с Тимферрисом на этом поле схожи, потому что у них какое-то, мне кажется, это отклонение, здоровое отклонение, когда ты супер озабочен своей продуктивностью и всё делаешь ради этого. Вот, после, двадцать первый год ты присоединяешься. Подожди, мы сейчас остановились на подкастах. На подкастах. И что ты будешь делать с этими подкастами дальше? Я вот пытаюсь найти, скажем так, сейчас новый источник вдохновения. Какой-то вот новый, не знаю. Ну вот ты же путешествуешь, ты вот ездил в Америку, делал классные интервью. Да, да. Это для тебя большой? Ну, я как будто бы сейчас, то есть в прошлом году, то есть мы исследовали вопросы разные, которые были на тот момент мне интересны. Как будто бы сейчас у меня сужается круг интересов. Сейчас мне сильно интересен AI, как будто мне прям было бы интересно следующие 50 эпизод только про это записать. Да. Спойлер, спойлер. Да. Да. Но это, наверное, будет... И тут такой возникает момент, что как бы мы же не с этого начинали. Да. И тут как вот балансировать. Ну, балансировать, мне кажется, можно интересами инфакториала, то есть и аудитории, которые ты собираешь. То есть у тебя сейчас эта ответственность, сколько у вас подписчиков? Ну, где-то 150 плюс, наверное. Чего, 150 тысяч? Да. Ну, то есть... Да, ну, здесь как раз-таки вот этот баланс между тем, что интересно как бы креатору и что интересно зрителю. Да. Но ты можешь сделать отдельную серию, посвященную AI. Может быть, может быть. Но сейчас это такое, вот мы рассуждаем, что думаем, что... Мне кажется, это всем интересно. Просто сделать... Класса идея серии отдельной серии. Да, да. Ну, просто сделать это так, чтобы, опять же, вот сложные темы AI, ну, вот такими блоками. Да. Понял. Было бы интересно. Может быть, не такими длинными. Может быть, это будут, пускай... Короткие, да. Короткие 30-минутники, да, ну, то есть, которые ты быстро посмотришь и ты поймешь GIST. Да, да, да. Вот интересный подкаст появился недавно. Мы, кстати, его ни разу не рекомендовали в рамках этого подкаста. Он называется BG Squared. Это два человека, у которых инициалы BG. Билл Герли и Брэд Герстнер, два инвестора, они сделали альтернативу All-in подкасту. All-in подкасты же тоже, там миллионные богатые люди, четырем сидят. Они вдвоем приходят, очень подготовленные, гораздо больше подготовленные, чем All-in. Ни слова про политику, только про стартапы. Крутой подкаст. 90 минут, 60-90 минут. А что они говорят? У них какая-то структура есть? У них есть структура... Типа шартанка? Структура обычно, скажем так, явно триггерами являются новости этой недели. Но они пытаются эту новость взять и дать анализ. Вот самое интересное, что мне нравится в этом подкасте, то, что это профессионалы своего дела, которые в этой сфере там 30 плюс лет, они прям дают чарты, аналитику, то, что условно за закрытыми дверьми происходит. Ты видишь, как рассуждают профессиональные инвесторы. Классно. Очень-очень интересная идея. То есть видно, что есть подготовка, у каждого есть ассистенты, у них есть ресерч, аналитики. Ну, мне кажется, ваша аудитория, она как раз-таки интересуется вот этой другой стороной инвесторской. И вы можете тоже сделать отдельную какую-то линию, там, серию только с инвесторами. Только возьмите вот разного стадии, прям возьмите все стадии инвесторов и прям вот... Да, интересно, это интересно. Еще один подкаст, который я не смотрел, но мне неинтересна как бы его идея, это... В общем, есть же Reddit AMA, где разные представители таких вот экзотических профессий... Маргинальных. Да, да. Они говорят вот задавать мне свои вопросы. Да. Очень мне нравится это читать. Я, правда, никогда не задавал свои вопросы, но появился YouTube-подкаст российский, по-моему, это видеоинтерпретация, то есть там 20 вопросов к гинекологу, там 10 вопросов, я не знаю, там, энтомологу, и там сотни разных таких профессий, которых, ну, наверное, у меня нет друзей, например, которые этим занимаются, теоретически интересно. Я никогда видео не видел, я читал в текстовом формате. Так что очень много, на самом деле, что можно делать, и такое вот человеческие знания, они такие вот раскрываются в разных форматах, и как бы бесконечно можно все исследовать. А что в AI тебя сейчас больше всего потрясает? Потрясает, наверное, скорость, темп, с которым вот появляются вещи, которые там, прошлой неделе невозможны, а на неделе уже возможны. Например? Не знаю, например, одна из больших проблем сейчас в AI, ну, вот, многих этих инструментов, это размер контекстного окна. Да, то есть, условно, то есть, контекстное окно, это, каким долгим может быть промпт? Сейчас вот есть огромная работа на эту тему, если там миллионные, то есть, условно, контекстное окно увеличилось до миллиона, двух миллионов токенов, это значит, что можно загрузить там целый фильм и потом спрашивать вопросы ему про этот фильм. Вау. Да, то есть, вот, что имел в виду этот персонаж, там, и так далее, и так далее. То есть, одна из больших проблем у AI, то, что, ну, сейчас, в текущем варианте, ну, проблем chat GPT, условно, это то, что у него нет памяти. Он, каждый раз вы как заново начинаете беседу. Да, да, да. Это человек с короткой памятью. Он, он, вот, все время новые, 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 новые беседы с вами. Он ничего не помнит, что вы бы говорили вчера. Руканемо. Да, да, и тут вот классно было бы, если бы, ну, вот, если говорить, наверное, аналогиями ассистентов, кого бы ты предпочла в качестве ассистента? Человек, который, знает все про тебя или Эйнштейна? Нет, а, для ассистента? Да, да. Для ассистента, который знает все. Совершенно верно. То есть, нам нужен человек с неограниченной памятью. Нам не нужен Эйнштейн. И как будто chat GPT это Эйнштейн на данный момент. То есть, он много чего знает, но про меня он ничего не знает. И не учится. И не особо учится, да. И вот это вот, мне кажется, это следующий шаг, куда все это пойдет. Кастомизация. Да, да, совершенно верно. И мне еще интересен тот факт, что автономные агенты, то есть сейчас, то, что я chat GPT, это все-таки текстовый ответ. Я должен что-то с ним сделать. Да. Но автономные агенты, они не просто зададут тебе ответ, они сами это сделают. Они купят за нас билет на самолет, они забронируют там место в ресторане, они сделают действие, не просто рекомендацию, которую я должен потом делать. Они, не знаю, там... И условно это будет уже завтра. Это будет прям очень скоро. Да. Автономный агент, который за нас подает на визу. То есть, ты совершенно права, то есть, подача на визу с казахстанским паспортом еще как бы... Если... Как бы да, это прям большая работа. Да. Занимаешь кучу времени. Кучу времени. Классно было бы просто сказать, вот ты же все про меня знаешь, подай на визу на меня, да? Скажи мне, когда все готово. Да. Ну, в общем, очень интересно, что там происходит. И с научной точки зрения выходит просто ошеломительное количество сотей на эту тему. Новые архитектуры, там были трансформеры в 17-м году, сейчас называется новая архитектура, называется МАБА. Ну, и там вот... А тебя это интересует просто как... Любопытно, куда идет человечество. Любопытно, да. Просто вот мы живем такое время, то есть это условно, как родиться, я не знаю, в начале 20-го века, когда все, ну там, ученые увлекались квантовой физикой, да? Как устроен атом. Сейчас вот, как будто вот такой период, только уже связанный с искусственным интеллектом, да? То есть что мы можем сделать, куда мы можем... Как представить мир, в котором у нас есть у каждого такой ассистент. Да. То есть нам мы как бы совсем по-другому может мирно... А как это повлияет на то, что... Как ты ведешь свою жизнь, ну вот сейчас? То есть условно, ты чувствуешь, что разница, разрыв между твоей текущим жизнеустройством и AI, он большой? Или нет? И как, и условно, как эта коллизия произойдет? Когда произойдет слияние? В твоей вот личной жизни? Ну смотри, если, например, у нас появится такой вот автономный агент, например, у меня будет... Вот представим, что такой универсальный автономный агент, который может делать все на сверхчеловеческом уровне. Я ему скажу, ну представим, что у меня там какой-то есть уровень расходов, X, или там, который мне нужен. Я скажу, заработай мне X, он пойдет зарабатывать. Я не знаю, как он будет это сделать, это его дело. Я буду жить, может быть, по-другому, кто знает. Как вариант, я не знаю, я это не представлял себе. То есть сильно поменяется. То есть, или, например, мне интересно создать компанию какую-то, давай помоги мне эту компанию создать. Придумай, вот сейчас я ищу идею, помоги мне придумать эту идею. Или вообще дальше пойдем, можно будем сказать, создай мне триллионную компанию просто. То есть, не люди будут создавать эту компанию, это будет AGI, то есть этот, скажем так. Нет, ну ты сейчас говоришь, как эта волшебная палочка, но тогда у всех эта волшебная палочка будет или нет? Конечно, да. У всех, это поэтому поменяется, мне кажется, понятие капитализма может поменяться. Ну, опять же, наверное, вот это то, что мы говорим, волшебная палочка, скорее всего, это будет достаточно чуть-чуть дальше. Но ближайшие лет пять мы увидим, вот, автономные агенты, наверное, у нас появятся, когда у каждого есть такой секретарь. Да, ну и в зависимости от того, их возможности финансовых, он будет либо умнее, либо не очень. В смысле, их автономность, она будет ограничена. Ну, я надеюсь, что будет такая же ситуация, как с Uber. Uber позволил каждому из нас, то есть, он сделал доступным личного водителя каждому из нас. Раньше личный водитель был только у одного процента населения, например. Наверное, вот благодаря я, на ближайшие лет пять, у каждого будет личный секретарь за долларов десять. Ну, вот я про это. Ну, такое ощущение, что они все будут равные секретарей. За 10 долларов, 20 долларов в месяц они все будут примерно одинаковые. Одинаковые, как бы не с большой разницей, как будто бы. Ну, возвращаясь, наверное, к твоей истории, мы поговорили про ежедневные смыслы, поговорили про подкасты. Давай поговорим про Арбуз и Пайн Мелон. Ты провела в качестве управляющего директора два года. И ты. Да, вместе провели. Расскажи про, может быть, свои главные выводы, вот такую рефлексию, чем тебе запомнились эти два года и что тебе в них понравилось. Мне понравилось то, что, во-первых, я работала в индустрии, которая связана с едой, и меня это естественным образом очень сильно интересует. Вот как тебя AI, меня вот так восхищает еда, представляешь? То есть, когда я думаю о том, ну, условно, какие вкусы определяют человека, его воспоминания, его текущую жизнь, как это расширяет их горизонт планирования, как это обогащает их эмоциональный по лету, вот это все меня просто очень сильно вдохновляет. И когда ты работаешь в бизнесе, который с этим соприкасается ежедневно, и это, ну, как бы, кор, часть кора, да, то есть, когда мы приходили, когда мы присоединялись к Горбузу, ну, бизнес был в доставке продуктов, да, но когда ты начинаешь наполнять это смыслами, а я считаю себя, ну, в смысле, моя ценность в бизнесе, это бренд менеджмент, но, и маркетинг, но это как раз-таки наполнение смыслом для соединения бизнеса и потребителя, да, чтобы вы говорили на одном языке. И когда ты наполняешь это смыслами, что это не просто доставка еды, да, а это выполнение, вот, условно, каких-то функций, которые тебя освобождают жизнь, на что-то еще там, да, или там вы говорите на языке любви, а ваш язык любви это еда, а что, какая еда должна быть в корзине у арбуза или панелна, которую ожидают увидеть вот эти люди, которые нами пользуются, кто наша аудитория, чем они живут, какими, какая у них рутина, да, какие у них воспоминания, что, куда мы их можем повести в этом ассортименте, да, и какие мы можем добавить им фичеры, да, фичеры, это что? Функции, функции, да, какой функционал мы можем добавить в приложение, которое усилит этот опыт, да, и, ну, вот это все, и мне кажется, что, вот, тут, мне кажется, должен быть диалог, но в США мы столкнулись с какой-то другой реальностью, потому что тут, несмотря на то, что мы говорим, что люди везде одинаковые, да, они любят еду поесть, например, но вот твои какие были озарения? Я скажу свои попозже, сначала свои. С американской публикой? Да. Озарения. Ну, наверное, самое главное… Наверное, нужно пояснить, да? Да. Или все знают, что ты работал в PenMail, не думаешь? Хорошо. Какие задачи? Наверное, опять же, это все такое очевидное, наверное, с задним числом, но суперконкурентный рынок, есть большое количество альтернатив, да, и там есть Amazon Fresh, есть Walmart Plus, есть Instacart, есть большое количество инструментов для заказа онлайн, то есть заказ онлайн – это коммодити, это не заказ, скажем так, grocery онлайн, это не уникальное, скажем так, предложение, поэтому очень хорошо, что PenMail пошел немножко по другому пути, чем Arbus, да, то есть это… с другой стороны, это Arbus тоже пошел в эту сторону, это фермерский рынок онлайн, вот это уже уникальное предложение, то есть позволить клиентам, познакомить их с локальными фермерами, дать ему ассортимент, дать ему доступ, мне кажется, что это вот одно из таких… ну мне, я вне этой сферы, я к идее больше утилитарно относился, но благодаря этому опыту я вот стал… мне прям было интересно читать статьи про Costco, про все вот эти компании, и я потом, когда заходил в эти магазины, я прям как с этим, с блокнотом смотрел, как это работает, мне было интересно какое-то расположение, какой ассортимент, например, то, что вот есть, я не знал про это раньше, вот value-added продукты, да, где условно берутся авокадо или там фрукты, которые на самом деле еще не, скажем так, до сих пор нормальные, но просто внешний вид уже потеряли, из них делают замечательные салаты, режут их и офисные сотрудники, которые не могут, там, у них нет возможности за столом это все делать, они… У нас называется кулинарка. Кулинарка, очень классная история, да, то есть это… и там классная маржа, оказывается, то есть вот много таких венесомбили-инсайтов, да. А еще какой инсайт тем был? Кроме этого, что еще в голову пришло? Ну, мне было интересно, как вообще… так, потребительский, да, ну, я никогда не занимался там строительством, условно, фулфилмент центра, склада, да, то есть, как вообще все работает для того, чтобы, условно, заказ пришел к человеку, да, у крыльца, он стоял, эта коробка, для меня это раньше было просто, что-то произошло, я не знаю, какая-то магия произошла, и когда ты видишь эту магию… Автономный, как он называется? Автономный агент это сделал. Да, да, здесь это как бы ты видел, участвовал в этой магии, это вот тоже было интересно. А у тебя? Слушай, ну, у меня немножко в другом, наверное, были открытия какие-то, допустим, открытия в том, что когда ты воспринимаешь какие-то вещи за данность, допустим, за данность то, что все умеют готовить, ну, в смысле, мы готовим дома еду, правильно? из продуктов. И я только, уже проработав в США какое-то время, я поняла, что готовка дома еды from the scratch это привилегия от меньшинства. То есть, условно, только средний класс готовит что-то из продуктов, которые они покупают в неразрезанном виде. Понимаешь? То есть, вот эта вот вся индустриализация и массовое потребление, которое произошло в Америке, там, начиная с 50-х годов, оно все вело людей к тому, чтобы они покупали все кент, ну, все в брикетах, в пакетах и шли вообще в фастфуд. И поэтому весь кост еды, он стремился вниз за счет вот этих вот искусственных потребителей, вот так, 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 в общем, к чему? Что люди ниже среднего класса, они все едят, и даже средний класс, они все едят либо take away, либо фастфуд. И только люди, у которых есть деньги, время и роскошь вот этого времени, да, они покупают продукты на, ну, целые, да, не переработанные, не процессированные, в сыром виде и готовят что-то по рецепту. Это и плюс иммигранты, да, потому что у иммигрантов это в культуре, они дома готовят. Короче, вот для меня вот эта вот вещь, она пришла через какое-то время. И вот это вот классовая, ну, вот это вот классовая эволюция, да, как они, и эволюция потребления еды, привычка потребления еды, она пришла ко мне, вот, наверное, через какое-то время такой работ в Америке, потому что в голове я думала, ну, конечно, мы будем востребованы как фермерские, ну, кто же не хочет продукты с фермерского рынка, если они будут доступны, по доступной цене, еще привезут тебе домой, да, и потом я поняла, что это очень-очень узкая аудитория, которая на самом деле будет готовить их. Представляешь? Вот, вторая вещь, которая, наверное, ну, это, я все инсайты хочу, вот, которые меня посетили, они связаны с едой, да, допустим, что курицу в том виде, как мы ее привыкли есть целиком, американцы никогда не едят. Я сейчас говорю про белых американцев, про middle class, да, ну, и upper, upper middle class. Почему? Потому что, ну, с историей развития курицы и вот эти все пиццефабрики, опять же, массовое потребление, они стали выроващивать курицу такого размера, чтобы вот эти вот грудки были большие, потому что белые люди ели только белые грудки. А все остальное, вот эти вот, там, я не знаю, крылья, ноги, там, хвосты, там, вот это все, это считалось не, это, как надо сказать, это считалось, они не короче, они просто это не ели, это считалось едой, которая ниже них. Ну, непригодна к еде. И только когда они поняли, что можно с этим что-то сделать, чтобы увеличить, снизить, снизить, как сказать, снизить отходы, они придумали вот этот вот fried chicken для супербоула. То есть белые американцы едят fried chicken раз в год на супербоул. в то время как куда поступает весь этот, все эти крылья и хвосты, они поступают на рынок, который ест это, потому что это доступно и дешево. Это рынок условно для людей, которые black people, Asian people, которые всегда это ели, да, потому что это дешевле намного. И короче, когда вот, знаешь, вот какие-то такие вещи, я нигде это не читала вот в одном источнике, но это приходит с какими-то интеракциями, то есть ты спрашиваешь, ну мы сидели в нашем американском офисе и мы хотели сделать промо на куриные крылья, к примеру, да, и все так поддерживают, поддерживают, и вдруг я спрашиваю, а вы вообще едите куриные крылья? Они такие, нет, ну там все белые ребята. Я говорю, почему? И вот никто не может сказать почему, они просто не едят это, понимаешь, просто не едят эти куриные крылья. Я думаю, зачем мы будем делать промо на куриные крылья? Вернее, мы его сделали, но потом уже, зачем мы сделали промо на куриные крылья, если белые люди не едят, да, условно? Короче, вот какие-то, куча вот таких вот культурно-ассоциированных и классово-ассоциированных вещей, которые ко мне пришли только после жизни в Штатах. Правда. Ну и вот именно в индустрии, понимаешь, в индустрии. И когда ты видишь, наверное, корзину стандартно-американскую, да, продуктовую, там не такой, там намного меньше, чем в Казахстане, процент овощей, фруктов, да, там в основном это вот процессированная еда, да, это прям, как бы, это можно даже визуально видеть, это можно видеть, даже вот выходя из супермаркетов, да, то есть посмотреть, как, чем там наполняется. Это действительно такие вот нюансы, ты видишь, только когда в этой сфере работаешь. И тут ты упомянула Food is Love, да, может быть, это была замечательная такая компания рекламная, есть ли какие-то рекламные компании, которые тебе запомнились в Арбузе в Файдмеллоне? Поездки вот были по фермам, да? Слушай, ну да, вот мне кажется, что с хайлайтом вообще работы в Штатах, именно в Файдмеллоне, было то, что мы знакомились с большим количеством фермеров, и вот именно встречи с ними меня очень сильно заземляют, приземляют и дают надежду, что есть люди, с которыми ты можешь говорить на самом деле на таком же языке, который для тебя важен, да, которые ценят качество, то есть, ты знаешь, это даже, вот я не знаю, как для тебя это было, но мне было очень сложно найти коннект с большинством жителей Америки, да, неважно, где они работали, когда-либо, и только с... Я только с... Ну, ты из не казахстанской части, я, наверное, только с Эндрю общался вне офиса. Да, ну вот у меня были какие-то там экстракаррикулы люди, с которыми общалась, но суть в том, что когда ты общаешься с фермерами, ты понимаешь, что они живут теми ценностями, да, которые они хотят сохранить, и от которых большинство общества, они отдаляются, то есть условно, чем больше процессированная еда, тем менее коннект связан ты с едой, с миром, не с едой, с миром, господи, тем менее связан ты с землей, да, а то, что... И чем... Условно, чем меньше ты... Чем реже твой ребенок видит настоящий огурец, который растет на грядке, тем меньше он понимает, как твой импакт, как твое влияние на ежедневной жизни... Какое будет твое влияние ежедневной жизни на глобальное потепление, понимаешь? Потому что для него это вообще никаким образом несвязанные вещи, вот. Поэтому для меня вот все съемки, которые мы делали с фермерами и те заповеди, которыми они живут, почему они хотят сделать там регенеративное сельское хозяйство, то есть возобновляемое сельское хозяйство, почему они сами занимаются этим, почему они руками это все делают, почему они за небольшие вот эти посадки, да, против массовых эксплуатаций земли, там, да, то есть вот эти все вещи, они для меня очень глубоко как-то проникли и мне доставляло большое удовольствие делать с ними вот эти мини-сириес, мы снимали там небольшие такие доки про них, и мне кажется, это такой для меня большой опыт был. Да, мне это тоже напомнило, то, что действительно со мной тоже срезонировало, то, что тот факт, что каждый из этих фермеров это такой уникальный персонаж, он в первую очередь миссионер, то есть во вторую очередь, наверное, только предприниматель, они делают это по какой-то другой причине, да, то есть они там знают, у них у каждого из этих там коров есть имя, у, я не знаю, там, одевают там шотландский килт на работу, это прям стиль жизни, да, очень интересные люди. Это унифестация, они выражают самого себя, есть люди, которые там работали в банках, на Уолл-Свит работали и ушли оттуда, чтобы быть ближе к земле, и действительно, с ними можно было там часами разговаривать о пчелах, я вот помню, очень интересная была беседа с пчеловодом, как он знает. Который все рвался в Казахстан, говорит, я хочу приехать. Да, окей, у нас есть традиционная рубрика топ-3, твои любимые книги. Я, наверное, скажу формативные книги, которые оказали на моем влиянии. Я в 14 лет первый раз прочитала Курта Ваннигута, я причем прочитала Небойный номер 5, там еще что-то, я прочитала Колыбель для кошки. И мне кажется, вот эта книга повлияла на мировоззрение, о неважности, то есть о принижении своего эго, ну я не знаю, кто читал, но я в любом возрасте рекомендую ее, потому что она как бы с космической высоты тебе показывает твою роль в жизни во вселенной. Кино, я буквально вчера второй раз ходила на Дюну 2, и я не получала такого колоссального удовольствия очень много лет. Я считаю, что это действительно великое полотно, которое было создано с соблюдением жанра кинематографичности и большого какого-то эпика, идеально какие-то вот с точки зрения визуального мастерства созданные сцены, да, я не хочу сполерить, потому что кто не хотел сходить, если сходить еще раз, это то, что живо в моей сейчас просто вот реальности, я думаю, что будь у меня возможность, я бы сходила еще несколько раз. Вот, и три что? Ну, так, документальные фильмы, может быть, в Кроме художественных? А, ты говоришь вообще, то есть книга, фильмы, неважно что, да? Да, можно разные рекомендации давать. Я думаю, третья рекомендация, нужно поехать в путешествие одному. Какие три города ты рекомендуешь посетить? Или три страны? Начните с того, что просто вы поедете один, неважно куда. Вот серьезно, для меня, мне кажется, когда вы оторветесь от вот этой вот потребности в какой-то козависимости или в зависимости, а просто будет надеяться только на себя и сделать эту медитацию в путешествии, выберите себе страну, куда вы захотите поехать. Мне кажется, вот это как раз таки без чихли рекомендаций. Опирайтесь только на собственный компас. Я, по-моему, всего лишь один раз путешествовал в одиночестве. Интересно. Это был 2013 год, шесть дней в Гонконге, но я хорошо помню каждый день. То есть, это был такой самим собой. Три часа в музее провел. Классно. Ты потрясающий, на самом деле, кулинар. То есть, это прям чувствуется, да, через... Любовь к идее. Любовь к идее. Ты, на самом деле, классно еще и готовишь. Расскажи твои любимые кухни, то есть, кухни мира. Мы об этом с тобой разговаривали. Помнишь, вот этот вопрос, если бы вам пришлось есть только одну кухню мира до конца своей жизни, что бы вы выбрали? Я бы выбрала японскую кухню, а ты? Я бы выбрала корейскую. Ну, не потому что я коренька, просто потому что я считаю, что корейская кухня, она универсально разнообразна. Да, то есть, там есть и острая, и сладкая, и кислая, и горькая, и пресная. То есть, вот все сочетание ты можешь очень долго наслаждаться этой варайтии, да. А топ-3 твоих блюдов в корейской кухне? Мои личные? То есть, я очень люблю пип-бем-пап. Я не знаю, кто-то это ел, нет, но пип-бем-пап это когда, ну, я называю это крестьянским блюдом, потому что все вот эти салаты, которые остаются, ты потом берешь горячий рис, все это смешиваешь, заливаешь маслом, добавляешь пасту, и просто вот такую кашу-малашу ешь. Мне такое нравится. Мне очень нравится какой-нибудь суп, любой суп корейский, да, потому что, ну, допустим, мне нравится с морской капустой, потому что вообще морская, суп с морской капустой, оказывается, это традиционный суп, который дают именно родившим, свежеродившим матерям. Да, я помню, что я, по-моему, делала вам. Но там, суть в том, что она стимулирует лактацию, морская капуста, и поэтому помогает матерям, ну, как бы, для производства молока. Да, это фан-факт, что когда у нас появился второй ребенок, Лариса нам наготовила столько еды, и мы там дня три ели, я поэтому до сих пор помню. Да, это самый лучший подарок, мне кажется, который можно сделать. Абсолютно. Свежим родителям, потому что у них нет времени и сил на что-то. И третье блюдо в корейской еде, любые салаты, которые ферментированы, мне кажется, от кимчи до каких-нибудь. И, кстати говоря, фан-факт опять же, вот морковка корейская, которую все считают, что тут корейская морковка, а на самом деле в Южной Корее или там в Северной Корее нет такого салата. Что говорит о том, что кухня в целом, она энтомична, да, то есть она приходит с переселенцами, но она адаптируется под те, под те продукты, которые существуют здесь. Да, и допустим, здесь корейцам нужно было какой-то дешевый и быстрый салат делать, и, соответственно, они сделали из морковки, потому что там была дешевая и доступная. Твои любимые три ресторана вообще в мире? Рестораны именно? Да, 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 если есть какие-то рекомендации. Есть какие-то рестораны, ты вот прям с удовольствием туда возвращаешься. Но тебе нравятся, я так понимаю, очень такие, во-первых, скажем так, как это называется, арт-хаус в еде, как это называть? Такие профессиональные? Мне нравится, мне нравится открывать, не то, что открывать, мне нравится аутентичность. Знаешь, то есть неважно, это фэнси ресторан или простой ресторан, но когда это какая-то уникальная штука, которую только здесь, вот допустим, моя вот Оксана, подруга, она вспоминает приезд моей тещи, мужа моей мамы, она из Турции, и как она готовила, допустим, у нас дома баранину какую-то, я помню эту баранину, но понимаешь, вот эта аутентичность, потому что это женщина, она из какого-то восточного там города в Турции, и только там делают такую баранину, и чтобы вот ее попробовать, а она там нашпигованная там рисом, который рис нашпигован, еще чем-то, бульон, который нашпигован над этим рисом, короче, там вот такая вот Кащеева смерть, но в общем вот такие вещи уникальные, которые ты можешь попробовать только от какой-то бабушки, там на каком-то там, не знаю, неважно, в Сицилии, в Турции, или в Корее, вот мне вот такие вещи нравятся. Как выглядит твой такой стандартный завтрак? Мой стандартный завтрак? Да. В зависимости от того, с кем я завтракаю, если честно. Если я завтракаю со своим мужем, у нас очень такой разнообразный, потому что мы будем делать по-турецки, да, то есть много овощей, все это в разных вот таких вот блюдцах, тут будет много сыра, оливки, короче, он будет очень такой богатый. если я завтракаю одна, то единственное, что я делаю, я сейчас делаю этот саурдол, этот, слушайте, у меня все интервью будет, что попало, короче. Не, не все нормально. Будет хейт сплошной. Не, не, все нормально. То есть, это тесто, сейчас скажу. Да, 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 кислое, как это называется. Нет. Ремесленный хлеб. Да, окей. На закваске. Я делаю сама хлеб на закваске, и я поэтому, мой стандартный завтрак это кофе, хлеб на закваске с маслом, и вот, вот такой вот у меня стандартный. А если у нас есть гости, то тогда мы защищаемся, мы можем делать сырники, там какие-нибудь навороты, яичницы сложные. А если ты приглашаешь гостей на ужин, что обычно ты готовишь? Самое простое блюдо, которое я могу сделать, но оно выглядит очень сложно и богато, это тажин. А, классно, мне нравится тажин. Да. Это марокканская кухня, да? Марокканская кухня, но ты просто все слоями закладываешь, и потом это такой эффект, вы злочишь такой, пап, это, знаешь, как любят котелловцы маклюбе, типа маклюбе, но только более фэнси, вот такое. Да, запомнись с этого эпизода. Маклюбе, премиум, это будет в тажине, подача в тажине, да. Три цитаты, которые хорошо отражают твои ценности. Цитаты? Я вообще не человек, который гадится какими-то постулатами сейчас. Это может быть просто какие-то фразы, которые тебе принадлежат, да, то есть, условно, ты... У тебя есть такие? Ну, есть, да. Но одна из них не мне принадлежит, а... Be water, my friend. Похоже, да. Да. Мне нравится с Энкхилда фраза Be so good, we can't ignore you. Да. Ну, вот представь, что ты делаешь дизайн своего офиса, и ты думаешь... Слушай, вот ты сейчас напомнил мне, я вспомнила, что когда в Каспии Михаил делал дизайн офиса, и там была надпись «Сначала нас не замечают, потом над нами смеются, потом нас атакуют, и мы побеждаем». Это классная, классная цитата. Да. Мне кажется, она крутая, потому что на самом деле так и происходит, и с ними так произошло. Давай завершим эпизод вопросом для аудитории. Вопросом аудитории, знаешь, я надеюсь, что это интервью поможет кому-то составить впечатление о том, как можно делать, принимать решения в жизни, основываясь не на внешних факторах, а на внутренних, на тех вопросах, на тех ценностях, которые ты сам для себя определяешь. И вот мне бы хотелось, наверное, узнать аудитории, какие важные решения в жизни вы принимали, вы приняли недавно, основываясь только на своих внутренних позывах и ценностях. Отличный вопрос. Мы оставим этот вопрос в текстовом виде в качестве закладки в комментариях. Будем ждать ваших комментариев. Очень интересно на самом деле их прочитать. Лариса Пак, N-Factorial Podcast, Be So Good, We Can't Ignore You. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok